ну что ж здравствуйте дорогие друзья мы начнем проходить игру 97 стиле бесконечного лета но со своей детективной историей так что присаживайтесь поудобнее готовьте чайчик филочек не забывайте про лайки про репосты вот надеюсь вам понравится там собираетесь приглашайте друзей мы наверно погоню приятного просмотра 15 мая 97 год глава 1 ненавижу тебя китайская поделка утро 15 мая 1997 всего лишь середина месяца а так уже все надоело особенно школа учебный год должен бы уже и закончится но вот последние две недели будут тянуться очень долго говорят в больших городах ребята моего возраста легко прогуливают школу когда им надоедает но попробуй прогулять тут у нас как же кузнецк город маленький все друг друга знают и школа тут всего одна а в нашем классе всего 15 человек кузнецк ну здравствуй рожа каждое утро тебя вижу приятеля подожди а глоссарий как прочитать и непонятно когда ладно ой в кого же я такой красавец даже не знаю отец говорит что в деда жаль дед уже покинул нас отправившись отдавать свой долг на тот свет родине отдал теперь вот мирозданию нужно шутил он на старости лет так зубы ровные уже хорошо вчера с серёгой опять лазили в заброшенную церковь на окраине города я там так навернулся думал выбил передний зуб но вроде он больше не шатается даже повезло хорошо что нам необычно все как на собаке заживает вроде еще утро солнце жарит как печка словно мы не в россии а где-нибудь в сахаре никогда там не был конечно по телевизору рассказывают что там можно умереть от жажды за несколько часов как назло мы живем в бетонном доме и тут душно как в маршрутке повезло алисе и серёге они в деревянных домах живут у них там прохладнее так ладно сегодня у нас физкультура отменили так как физрук наш сан саныч сломал ногу упав со ступеньки автобуса поэтому можно бы задержаться дома хотя вроде как кого-то нам обещали на замену но отец уже собирается на работу в управу а мамка опять будет смотреть свои утренние сериалы по телеку нужно сваливать пока ее санта-бавария не свела меня с ума серёга сейчас наверняка помогает на рынке своей маме разгружать припасы в ее ларек пожалуй пойду туда центр города город у нас маленький но гордый я живу прямо на центральной площади в одной из трех пятиэтажек квартиры в этих домах выдавали только всяким важным шишкам повезло что мой отец смог ее получить до развала советского союза он говорит что сейчас в стране происходит бардак но до нас никому нет дела и в нашем захолустье все в принципе спокойно ну как захолустье вообще отсюда и до москвы ехать часов семь если сперва на автобусе добраться до электрички но все равно кузнецк считается эталонным медвежьим углом нет так бесит вся эта история хочу закончить школу и рвануть отсюда хотя бы в областной центр нам говорят на каждой улице есть кинотеатр а на центральной площади луна парк с колесом обозрения а у нас блин на весь город один памятник неизвестному солдату с вечным огнем нет он мне конечно напоминает про деда но за 16 лет моей жизни весь кузнецк стал навевать лишь скуку рынок города а вот и рынок центр города считает здесь все продается все покупается самые свежие товары продукты китайский ширпотреб иногда попадаются настоящие сокровища что-то привозное что смогли достать предприимчивые продавцы учил на копе зинаида петровна мама серёги содержит небольшой хозяйственный ларек и чего там только не попадается и над ее двоюродный брат частенько мотается в крупные города за товарами на своем старом вазике и все это они продают повезло серёге он всегда носит самые модные футболки а недавно ему привезли навороченный мафон и несколько кассет с крутыми группами почти полшколы к ним уходит кассеты записывать хороший у меня друг серёга полезный а самое забавное что он с детства почти всегда и во всем меня слушается но тут ведь как я его знаю как облупленного а потому всегда понимаю как заставить его делать то что мне нравится а вон и вон о чем-то спорить со своим мамашей серёжа нет еще раз нет ты что с ума сошел он стоит слишком дорого мы себе такого позволить не можем ну мам ты же обещала если я хорошо закрою учебу если закроешь но до конца года еще целых две недели вот после них и поговорим о твоем подарке если меня устроит твои оценки ну мам тебе что жалко что ли прекрати капризы свои уже надоел и я не собираюсь тратить заначку на твои развлечения вон смотри к тебе уже пришел антон иди ему на уши сядь здравствуйте зинаида петровна зинаида родом с украины поэтому у нее несколько другой менталитет она приехала сюда по молодости на завод специалистом и удачно вышла замуж но я слышал довела на руководство своей наглостью ее уволили с завода с тех пор она и промышляет торговлей сперва просто была продавщицей теперь вот свой ларек на рынке держит с добрым утром антон забирай этого хламона он мне всю плешь уже проел своими капризами а мне работать надо чем сэр бор ну здорово там и так новые привозили с десятком кассет с фильмами новыми даже жуман же был но дорого я все пытался маму выпросить мне его подарить балансом за хорошие оценки но вот она уперлась пустим жалко если ты добудешь себе виде к домой то я переезжаю к тебе жить ну да все же к даши на показы просится а то вечно мы к ней ходим целом класса так я ее мог бы домой пригласить там кассеты меняться все так серега давно уже влюблен в дашу из нашего класса но все никак не признается в этом не ей не себе каждый раз отрицает если мы заводим об этом разговор конечно мы с алисой находим эту ситуацию очень забавный и постоянно подтруниваем над ним впрочем серега никогда и не обижался на нас всерьез а не ад на все с тобой ромео антон хватит дразниться да да молчу итак у нас еще есть час до школы может сгоняем до заброшенной церкви где тот проход страны вчера нашли а чё бы и нет кстати шишки я у тебя не вижу господин толоконный лоб иди ты помню кто-то нашелся и что это мы тут делаем опа да что что алиса алиса самая несносная девчонка в школе моя подруга детства 6 лет мы с ней сыграли свадьбу прямо перед памятником неизвестному солдату пригласили всех друзей из школы было весело мы пили лимонады кидали в воздух клевер серега притащил маленький колокольчик и звонил в него как сумасшедший ну чтобы все было как в кино потом правда алиса запустила мне за шиворот гусеницу которую нашла на одном из цветков и я в отместку столкнул ее в лужу так наш брак и закончился сейчас вот дружим такое у нас проблемное трио самое смешное что отец алисы участковый и разгребать наши шалости как правило ему и приходится я знаю что в последнее время она ко мне неровно дышит но я ее почти никогда не воспринимал как девушку скорее как друга товарища и меня это положение дел вполне устраивает помнишь руины церкви старой что у озера тьма находится мы вчера там ковырялись с антохой кое-что нашли сейчас собираемся сходить и проверить свою находку интересно я с вами так нет алиса подожди прошлый раз вы с дашей заперлись у нее дома и гаданиями всякими занимались а нас к себе не пустили мол это ваши женские дела теперь вот у нас свои мужские дела это нам нужно так сергей сергеевич ты что ревнуешь ее ко мне ревную нет конечно ты что дурында деревянный тут мелешь сам ты дурында как только я с нашей которая вообще-то моя лучшая подруга провожу время наедине ты сразу начинаешь дуться как индюк ничего не индюк антон ты же возьмешь меня с собой ну нет слушай если серега против то не возьму мы вместе с ним это нашли и если он не хочет делиться находкой то и я не хочу ах вот как ладно ладно сергей знаешь чем мы занимались во время гадания мы проверяли кто из парней подходит даже больше всего по гороскопу в журнале и мы проверили всех парней из нашего класса и у меня остались записи по всем ее совместимостям и если ты хочешь чтобы я их тебе показала алиса дорогая прости меня грубьяна пожалуйста да да конечно мы мы берем тебя с собой вот как ты сразу запел ну нет тогда я против мне эти ваши гадания не интересны кукурузу будешь вареную или семечек угостишь меня кукурузой от бабы нюры буду конечно она же купит ее я надеюсь или опять за старый вот всегда была эта ирония отец алиса милиционер а сама она любит шарить по чужим карманам сколько раз попадалась на этом сколько раз ее ругали и запирали дома но ничему она не учится я стараюсь приглядывать за ней и останавливать когда она перегибает палку я же хороший друг и вообще лидер этой компании за деньгами не лезет наверняка опять воровать будет что тебе милочка эти семечек попробовать 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 то будешь или как в прошлый раз буду буду вон из того дальнего пакета можно сзади вас со спиной больной поворачиваться а давайте я сама себя цеплю конечно сама нацепит потом пол пакета не досчитаюсь знаю я тебя жди стащила прямо из кастрюли на жаль бабу нюру вот держи опять ты и стащила блин тебя отец опять за уши оттаскает я не хочу ворованную у него в последнее время колено все сильнее болит так что не догонит точно дурында все же в одном доме живете он тебя ночью зажмёт пока ты дрыхнуть будешь слушай алис а как у вас с ним в последние пару месяцев с кем с батей да с ним он больше не рукоприкладствует вроде нет он как-то безразличнее стал ко мне относиться как мне кажется не знаю в чем причина раньше вспыхивал почти по любому поводу но сейчас вот уже нет однажды ее отец пришел ко мне на серьезный разговор втайне от алисы сказал что будет мне давать немного денег на карманные расходы если я буду за его дочкой следить и не давать ей попадать в неприятности заставлять его краснеть целом я вроде как даже справляюсь с этой задачей ну по крайней мере ей влетать от отца перестала но вообще что ты за дочь милиционера раз обворовываешь бабушек на рынке согласен с антоном да ладно вам чего пристали не хочешь тогда сама съем нет уж давай сюда я проголодался мама опять за свои сериалы села с утра самого один бутерброд только и успел съесть дана вечером ты мне отдашь результаты ваших гаданий руины церквушки возле озера говорят ее разрушили еще большевики во времена революции так вот она и стоит тут в виде красных кирпичных руин вид живописный однажды сюда даже художник из самой москвы приезжал картину какую-то рисовал жил в палатке почти месяц и говорят много но картину закончил назвал каким-то пафосным именем надеюсь висит она в какой-нибудь галерее в москве и столичные жители любуются нашими красот а нам эти красоты давно до фени мы их видим практически каждый день ну и что же вы тут нашли мы эту церковь еще в детстве излазили полностью и ничего интересного в ней не было обычные скучные руины помнишь ту большую кирпичную квадратную штуку которая выступала из стены под центральным окном ну такой вот так вот антоха залез на него ногами и хотел спрыгнуть показав удар в полете как блюз 3 но пока он готовился старый кирпич треснул и кусок этого выступа отвалился вместе с антохой упал да но вроде рожа у тебя не разбита нормально все я крепче чем какие-то кирпичи скажешь так когда научишься эти самые кирпичи а голову разбивать как наши в дэвэшники иди ты потому они и такие тупые в дэвэшники что кирпичами себе все мозги отбили как будто тебе есть чего терять а вот это даже немного обидно ладно ладно гений показывайте что вы там под обломками нашли это какой-то подземный проход он был замурован кирпичами но зачем я вот слышал что раньше в церквях были всякие подвалы например склепы где они держали мертвых нет подожди как ты это себе представляешь тут небольшой люк с металлической решеткой как они туда мертвых то спускать будут скидывать вниз я думаю это вентиляционная шахта а сам вход в подземелье где-то еще через главный вход а не мертвых туда и спускали тогда чего мы стоим давайте искать вход подождите ребят что если они все еще там кто они мертвецы что-то не очень хочу лезть вниз если они там это же какие-то катакомбы там темно холодно и если мертвецы все еще внутри немалочи чушь если они там и есть уже все давно разложились остались только лишь одни скелеты кости маслы вот как те которые ты в супе ешь алиса иди нафиг моя мама не кидает человеческие кости в суп свиные масло это нормально а вот человеческие черепа у меня мурашки по коже да ладно серёг тебе что слабо что ли мы ж туда все пойдем втроем не ты один вон алиса как самая храбрая пойдет впереди мне слабо ну я ну ты что цыпленок что ли испугался какого-то подвальчика так даже и расскажу ничегошеньки я не испугался я я пойду но тогда алиса первое я впереди а давай раз вы джентльмены прячетесь за женской юбкой ну юбок ты не носишь так что за тобой прятаться и не зазорно эй а вот сейчас немножко обидно было а вообще подождите-ка давайте я попробую подковырнуть этот люк своим ножом хотел бы я себе тоже такой ножик а не эти китайские что моя мамка у себя в ларке продает этот нож мне дед подарил настоящий военный он рассказывал что во времена войны ах да слышали мы эту историю миллион раз антон хватит уже смотри не урони его или не сломай ненарок сейчас размечтались я скорее себе палец отрежу чем этот ножик потеряю я этот нож передам своему сыну когда тому стукнет лет шестнадцать будет семейная реликвия не не подлезешь проржавела вся по краям решетка еще и в землю вкопано пошли искать другой вход даже не знаю кроме этой таинственной решетки тут ничего и нет да если бы было мы бы это нашли уже давно ребят нам осталось десять минут до урока пойдемте нам как раз минут десять отсюда топать да нам бы лучше не опаздывать и надо будет подумать как нам подойти к поискам проход может быть стоит принести лопату в следующий раз чтобы не искать проход а подкопать саму решетку хорошая кстати идея я бы позвала адашу она такая гибкая и ловкая что легко пролезет по веревке в эту дырку пролезет не они какой даши во первых она тут же учителям или родителям расстрезвонит что мы тут делаем а во вторых я ее не перевариваю если она мне будет рассказывать как правильно я мы копать я ее лопаты прямо тут и урою я бы посмотрела на этот цирк антон с лопатой гоняется по руинам церкви за дашь слышь хватит мечтать пошли уже нам школу пара портфели свои не забудьте колас наша школа такое ощущение что она застряла в глубоком прошлом у нас всех даже униформа какая-то старая советского образца других городах уже давно нет никакой униформы но наш директор дедок старой закалки и хочет чтобы нас тут учили как в старые времена ему бы давно уже на пенсию но увы пока что нет кандидата лучше наш классный руководитель по совместительству физрук с ансаночка как раз сломал ногу и теперь лежит дома ходить на мир интересно кого нам назначат новым классным руководителям на время его отсутствия даже это событие небольшой глоток свежего воздуха который поможет разбавить скучный май как думаешь кого они нам поставят класс рукам сан саныч точно надолго вышел из строя ему прописан постельный режим чуть ли не на полгода это же надо так навернуться ума не приложу как его угораздило вот и я думаю у нас не так много учителей в школе чтобы спокойно замену на полгода ему найти привет алиса а вот и даша наша староста класса она приехала в кузнецк несколько лет назад и сразу же мне не понравилось занудная выскочка которая любит совать свой нос в чужие дела терпеть не могу таких людей ну приехала ты из большого города ну мать у тебя богатая и что ко мне-то чего лезть в общем наши отношения можно назвать своего рода холодной войной привет даша как всегда отлично выглядишь представляешь сегодня с утра хотели пересмотреть вчерашнюю серию санты баварии но на нашей телевышке опять какие-то неполадки и у меня уже с утра ни один телевизор не ловит странно последний раз такие же проблемы были полгода назад когда ураганом сломала верхушку этой вышки мы тогда неделю без нормального сигнала сидели надеюсь скоро уже починят не могу дождаться новых серий я тут тоже вообще-то стою ага и тебе привет мы вообще-то разговаривали пока ваше бурятское величество не изволило вклиниться ну вот только мое утро началось хорошего настроения как тебе нужно было его испортить я не к тебе пришла вообще с тобой у меня разговор короткий вот что такого хорошего в ней нашел серёга плоская как тоска похоже на корейку кореянку еще постоянно дерзит как будто ты что-то умное можешь сказать могу у меня информация есть которой у вас обоих точно нету про нового учителя что правда да шоу ли расскажи не тяните нет только если антон извиниться и перестанет язвить еще чего извиняться перед тобой хорошо давай пари как в прошлый раз если моя информация окажется интересной ты отдашь мне что у тебя есть перочинный ножик а сейчас размечталась этот ножик слишком важен для меня чтобы я его ставил в любом паре я его даже на автомобиль не променяю давай так я тебя отдам своего там а кучу ты отдашь ей котика вообще-то я его тебе подарила отдам он у меня все равно постоянно помирает его кормить забывают такой ты садюга я так и знала по рукам забились забились хорошо слушайте тогда к нам прислали учительницу аж из самой москвы я пока была возле кабинета директора подслушала их разговор она вообще приехала сюда по какой-то особой программе у нее там куча бумаг и вот это все и должна была просто заменять учителей но раз у нашего класса чп с антсонычем ее к нам и поставить даже директор был удивлен ее приезду он явно не ожидал ничего подобного в общем что-то очень загадочное происходит интересно вдруг это как в том кино из нас хотят сделать шпионов агент 008 джеймс пон ну как тебе моя информация понравилось признаю понравилось просто так я бы об этом не узнал учительница из самой москвы хорошо котик твой завтра принесу его в школу и отдам тебе главное не забудь я тебе вечером домой позвоню чтобы ты его в рюкзак положил вот за это я ее и терпеть не могу это точно позвонит и своим надменным тоном будет приказа отдавать так заметка на память не брать сегодня только да да конечно конечно все как пожелает принцесса не поясничай и в мыслях не было так дети все по своим местам начинаем урок я ваша новая классная руководительница татьяна михайловна я только сегодня перевелась в вашу школу на стажировку ну а раз уж так вышло что ваш прошлый руководитель как его звали сан саныч вот раз сан саныч на время вышел из строя то я буду заменять его и вести его уроки что он кстати у вас ввел и скультуру и труд и еще больше трудовик он был ну вот тем более все просто с этим то я точно справлюсь что такое а вы знаете что учитель не должен требовать от учеников того что он сам не может сделать вы же пробежите с нами 10 километров и стометровку и еще по канату надо залезать издавать нормативы и противогазе надо копать траншею а да конечно сдам траншеи что что-то вы как-то не уверен и тишина а тебя дерзкая девица попрошу остаться после уроков на небольшой разговор алиса и девица за что мне это все ладно собрались все в раздевалку у вас 15 минут потом жду всех в спортзале посмотрим что у вас там за нормативы а ну вот это новая татьяна михайловна оказалась не такой простой она уделала на 100 метровки даже алису и шпагат у нее почти такой же как у дашь да кто бы мог подумать похоже на обычную девушку симпатичненькая интересно у них там в москве все такие учителя что симпатичнее даши ты нет конечно что ты мелешь но приятнее сан саныч это факт с такой учительницей даже физкультура уже не кажется такой рутиной что-то алиса все нет я думаю я и татьяна михайловна устраивает головомойку в учительской кажется не на то она напала сан саныч терпит ее высказывания но он просто такой немного человек в футляре не будем ее ждать нет а то мы тут со старости помрёшь тогда ко мне как собирались к тебе еще раз хочу послушать ту кассету группу оксин она еще не надоела как все предыдущие жаль я прошлый четверть так плохо закрыл что мамка запретила мне выносить мафон на улицу да ладно у тебя в комнате слушать тоже нормально тем более комната просторная да блин жарковато как-то в комнате благо уже вечереет ладно пошли хватит тут стоять наш городок в целом совсем небольшой можно пройти его от края до края минут за двадцать я знаю тут каждый дом и его историю вот тут например за забором замороженная стройка лет десять назад начали строить какой-то современный по тем меркам дом аж девятиэтажный он должен был быть самым высоким зданием в городе у нас за городом есть большой химический завод выпускает какую-то резину говорили что это будет жилье для новых работников но потом развалился союз завод наполовину сократили а строительство дома забросили так и стоит он за этим забором никому это граффити нарисовали мы с алисой подсмотрели в одном из западных сериалов по телевизору антоха смотри дверь-то открыта и рядом машина милицейская ничего себе интересно что произошло пойдем глянем антоха что-то бозно мало ли что там не сифонь я же с тобой да и к тому же машина явно михаила ивановича ну отца алиса пойдем пойдем так а вы кто такие антоха это не михаил иванович я этого милиционера впервые вижу главное что милиционер так вы кто такие и что тут делаете подожди дядь мы тебя в первый раз в городе видим и нам на уроках гражданской обороны всякое рассказывали про людей которые переодеваются в милицейскую форму а потом деньги выманивают вот и я думаю что надо бы нам позвать михаила ивановича чтобы он с тобой дядя разобрался и укрятал тебя в тюрячку а знаешь что делают в тюрячке знаю я там работал михаил иванович тут какие-то местные парни очень дерзит антон и сергей со школы идете молодые люди да увидели машина ваша пошли поздороваться а тут этот мужик к нам пристал это федор стажер новый его сюда прислали на обучение так учу вот его жизни до работе на практике михаил иванович вы отчитываетесь перед школьниками это друзья моей дочери лишь благодаря им она еще не совсем скатушек слетела со своим бунтарством ты же следишь за ней как и обещал антон конечно держу ее подальше от неприятностей кто-то же федор мотай себе на ус софта у тебя и нет неважно в общем привыкай что на своем участке ты должен знать каждого кто тут есть для тебя нет никаких граждан для тебя есть люди со своими именами и обстоятельствами я понятно объясняю да да конечно михаил иванович а что вы тут делаете зачем вы с ворот цепь с замком да не мы сняли цепь кто-то перерезал как перерезал наша огромная вот и я в замешательстве вы я так понимаю ничего про это не знаете нет ничего у нас вот только уроки кончились точно не знаете федор не влезай я понимаю что у вас городских принято валить все на первых попавшихся и чей гонит потом в участке но у нас так не принято я всегда докапываюсь до сути дела так что и тебе придется работать как следует конечно михаил иванович ладно идите домой ребята а мы вернемся к нашему расследованию странная какая-то история эти ворота же заперты всегда я даже как-то и не думал что их кто-то может открыть отец говорит что вроде как собираются постройку этого дома продолжить в следующем году но пока что это не решено у правой история кстати второе новое лицо в нашем городке за сегодня сначала учительница из москвы теперь вот этот стажер милицию ну так это же плюс новые люди значит новые связи может быть еще вскоре переведут к нам каких-нибудь новых учеников а то после даши уже несколько лет никого нет да это точно вот бы перевели еще какую-нибудь блондинку красивую с тонкими чертами лица ты же описываешь ту девку с календаря который висит у вас в туалете ой ну помечтать нельзя у тебя то есть твоя дашка а у тебя есть алиса сам на своей алисе и женись блин она мне совсем не нравится как девочка и ведет она себя настоящие красавицы так себя не ведут они такие утонченные ходят в платьях на высоком каблуке тебе надо меньше книжек читать совсем оторвался от реальности да может быть астачар тела это реальность ищите две недели перед летом не говори хотя с контрольными мы уже закончили ладно чего мы тут встали пошли уже до тебя потрясный музон жаль мои родители не хотят магнитофон покупать может быть на день рождения у них все же выпрошу твои между прочим побогаче моих будут вон отец в управе работает могли бы и купить отец говорит что он добился всего сам и мне тоже предлагает мол хочу себе дорогие вещи надо идти подрабатывать после школы а на родителей не рассчитывать подрабатывать то ну где вообще в кузнецке можно школьнику подрабатывать на рынке коробки друзей то даже моя мама никого за деньги нанимать не будет а меня бесплатно припашек вот и я говорю отцу что он идеалист и что работы тут никакой не найти я сколько пытался ранее только вот недавно получил свой первый заработок ты и то разу а он что ну что говорит про деда мол тот в моем возрасте в комсомоле на полях трудился репу выкапывал все в таком духе репу у нас я даже не ссадят о чем тут говорить вообще да разве что вон устроиться богатым не знаю убираться дома у бурятской королевы даже она что нанимает ее комнату можно убирать я в деле мисс любовничок я в шутку никого она не нанимает а уж тем более нас с тобой она точно не выберет для такого меня в последний раз она с кинопросмотра выкнула хотя кассета дома в одиночестве 2 была моя тоже правда эх дошка серёга всегда был простым парнем и мне было легко читать его намерения интересно с какого момента я стал считать себя умнее его антох антоха слушай ну чего тебе не видишь я думаю о чем это ты думаешь а антох думаю кем хочу стать когда вырасту я хочу стать военным как в том фильме про танкистов с собакой и буду бороться с фашистами вот слушай фашистов мой дедушка еще всех перестрелял что он тоже был танкистом твой дедушка нет он был командиром этим и лейтенантом а кто это антон я не знаю это тот кто приказы отдает командует кто следит за моральным духом и за моим моральным духом будешь следить до твоим да слушай неправильно отвечаешь надо говорить так точно товарищ командир так точно товарищ командир команда тогда такая теперь сам ходи ночью в туалет у себя во дворе и больше не буди свою маму так то нет подожди антон там же ночь холодно и страшно у тебя же туалет не на улице а мне надо в темноте и с фонарем мне страшно никаких оправданий боец толмачев иначе не сможешь быть в экипаже нашего танка а мне как командиру будет тебя стыдно хороо так точно товарищ командир я постараюсь и хватит бояться привидений мой дед говорит что их не существует а если бы они не существовали он бы сам их перестрелял ну я не знаю мне о них бабушка рассказывала чтобы я не ходил ночью гулять и спать вовремя ложился иначе они меня заберут не заберут будь уверен боец твой командир тебя спасет правда правда как говорит мой дед мы своих не бросаем ладно уже полдесятого вечера собираться домой нужно может еще часик посидишь не все домой хочу кстати алиса тебе гадания эти ваши так и не принесла ой правда я пошел тогда ей звонить заберу значит завтра в школе да только меня сперва проводи угу старая площадка на которой я любил играть с друзьями еще в детстве отсюда до моего дома минут семь пешком кукушка не часто эта птица бывает в городе обычно за его пределами говорят кукушка это вестник бед или перемен перемены требуют наши сердца так ладно играем дальше мурашки по коже это ее крика так стоп а это кто там сидит какая-то девушка кажется моего возраста в белом платье я ее не знаю кто это такая точно не из нашей школы красивая почти воздушная в свете фонаря вообще выглядит как привидение так антон отставить панику ты же не веришь в паранормальную чушь но кто она такая может быть она как-то связана с учительницей новой или что ладно я никогда не узнаю если не подойду и не спрошу привет ты опоздал на 4 дня антон что прости какие еще 4 дня я жду тебя тут каждый вечер на этих качелях чего что ты мелешь я тебя даже не знаю с чего ты взяла что я должен был прийти к тебе навстречу значит ты тоже забыл меня как и все в кузнецке вот то фак подожди ты что упала с качелей и ударилась головой я живу в этом городе всю жизнь я так или иначе знаю почти всех жителей в лицо и тем более всех ребят в школе и твоего лица я ни разу не видел даже если ты не ходила в школу я ходила я была с тобой в одном классе мы все были в выпускном классе я ты Даша Алиса Сережа в выпускном классе? мы в девятом ау я не понимаю что за глупый розыгрыш ты сейчас пытаешься провернуть я училась с вами в одном классе что за ерунда и почему она такая спокойная это каменное лицо ни одной эмоции совсем не вяжется с этой фантастической историей конечно так я тебе и поверил ты еще скажи что жила со мной в одном доме нет я жила со своей мамой в девятиэтажном доме который построили совсем недавно ты уже настолько явно издеваешься стройка единственного девятиэтажного дома который должен был быть в Кузнецке заморожена уже несколько лет а больше никаких девятиэтажек в городе нет что сказать нечего? есть пять дней назад я легла спать у себя дома в свою кровать но наутро проснулась на бетонном полу стройки все мои вещи пропали как и моя квартира и моя мама да невероятно она явно говорит про ту стройку ворота которой мы сегодня видели открытыми но как-то все глупо и нескладно можно было выдумать что-нибудь более реалистичное и ты перерезала цепь чтобы выйти из ворот этой стройки? нет нет? а как ты тогда оттуда выбралась? ворота были закрыты и я перелезла через забор по палетам ты же понимаешь что нормальный человек в подобную ерунду не поверят? да, но это правда у меня нет никаких доказательств кроме пижамы в которой я проснулась а потому я просто попрошу тебя поверить мне Антон верить ей или нет меня нервирует ее хладнокровие и отсутствие эмоций хотя девушка симпатичная в моем вкусе еще и новая в городе может стоит быть к ней снисходительнее? так первый выбор у нас в игре дается сохранение подожди так давайте наверное перезапишем вот это и первый выбор сделаем верить верить хорошо предположим я тебе доверяю вот как бы фантастически твоя история не звучала я поверил рассказывай с самого начала хорошо тогда слушай внимательно слушаю я сейчас словно одно огромное ухо мой отец погиб и из-за этого нам пришлось покинуть мой родной город мы переехали в Кузнецк с мамой полгода назад мама устроилась работать секретарем в управу я же пошла в 10 класс старшей школы я не очень социальный человек и у меня часто бывали проблемы со сверстниками но каким-то чудом мне удалось подружиться с вашей компанией вы были моими первыми друзьями ну я могу себе представить новая ученица в классе это большое событие для нашего городка да я жила в большом доме его построили как раз прямо перед нашим приездом туда же переехала Дарья Батуева из нашего класса вместе со своей мамой в других квартирах никто не жил но мама говорила что их планируют продать со временем фантастика какая-то отец говорил что этот дом планируют достроить где-то через год но управа все никак не выделит финансирование на это хорошо опиши как ты проснулась на бетонном полу я проснулась от ужасного холода и боли в спине было раннее утро это все что я могу сказать потому что моих часов не было да и не только их из всех вещей осталась лишь моя пижама в которой я спала я даже не знаю что сейчас с моей мамой а откуда ты взяла эти вещи я пошла на рынок который неподалеку от моего дома думала встречу там знакомых и они мне как-то помогут но к сожалению меня как будто все забыли и Зинаида Петровна и другие знакомые баба Нюра была на рынке уже с утра она позвала меня и дала несколько старых вещей как тяжело воспринимать такое количество лапши на ушах проснулась в пижаме все забыли помогла баба Нюра ну что за фигня такая это ее непроницаемое лицо если сначала было не по себе то вот теперь она меня раздражает слушай нет я сейчас просто не могу дальше слушать твою историю чем дальше тем менее реалистичнее но это правда нет не может быть это правдой ты или что-то от меня скрываешь или нагло врешь нет не скрываю и не вру прости что я тебя расстроила Антон я знаешь я просто надеюсь мы поговорим в другой раз подожди и куда ты сейчас собралась мне нужно идти спокойной ночи вот и проваливай блин меня ее история настолько выбила из колеи что я как-то даже не подумал узнать ее имя и где она нашла себе жилье тоже интересный вопрос хотя это не мои проблемы и это ее непроницаемое лицо я знаю почему она меня злит не люблю людей которых сложно читать видимо поэтому я дружу именно с Серегой и Алисой первого знаю как облупленного а у второй все эмоции на моське как у котенка ладно завтра с ними и обсудим эту странную встречу и историю а сейчас спать да кому там что надо и так не вовремя алло алло Антон это Даша ты же не забыл что обещал мне сегодня днем черт хотел же не брать трубку сегодня надо же Дарья собственной персоной чем обязана аудиенция ты что забыл мы с тобой спорили на тамагочи с котиком и ты обязан его принести в школу завтра и отдать мне конечно ваше величество послы с дарами завтра будут у ваших ног и прекрати этот цирк понятия не имею о чем вы ваше величество ты просто невыносим завтра жду тамагочи спокойной ночи тихо вот зануда так заранее положу этот тамагочи в рюкзак чтобы не забыть а то эта пиявка так от меня никогда не отстанет кстати надо будет залезть на эту стройку и посмотреть что там интересного раз уж незнакомка проснулась там как она утверждает ранним утром то может быть что то она упустила а мы найдем а ведь еще цепь кто то перерезал все страннее и страннее что же пожалуй эти две недели до конца учебного года мне даже начинают нравиться посмотрим что еще неожиданного может произойти в нашем болоте глава 2 почему у этих будильников такой мерзкий звонок когда уже можно будет выбирать мелодию по своему усмотрению я бы поставил группу оксин и просыпался в куда лучшем настроении ладно по крайней мере сегодня суббота и мне не нужно в школу кстати а чего мне тогда даша звонила с этим тамагочи забыла что сегодня выходной или у городских свое расписание фиг с ней серега наверняка на рынке с утра пораньше помогает родителям да и алиса рано или поздно на рынок придет там их и поищу всяко лучше чем сидеть дома и смотреть телевизор с тех пор как отец купил новый импортный моя мама просто от него не отрывается у нее уж какая-то зависимость от всех этих сериалов буду сидеть с ней дома и мой мозг превратится в тыкву баба нюра как всегда с утра пораньше уже торгует семечками и кукурузой так никого рядом нет значит самое время мне к ней подойти бабнер здравствуйте здравствуй милок проснулся рано как бабнер вот возьмите чего это деньги купить чего это хочешь ну вчера алиса стащила у вас прилавка кукурузу несносная девчонка я кукуруз то съел голодный был а денег с собой не было сейчас принес а то какой то непорядок ох молодец ты какой милок видно порядочный молодой человек вы и на алису не сердитесь бабнер она такая из-за отца если бы не его чрезмерная строгость она бы не бунтовала он хотел сына а родилась девочка но я за ней следить стараюсь не серчаю на нее антон не серчаю да вот азарство то бы ее дохода то не довело а тебе спасибо вот отсыплю тебе немного семюшек за порядушность спасибо бабнер не надо сейчас семечек я лучше вечером у вас куплю отец любит после работы полузгать их на балконе заходи заходи милок хорошая она женщина но почему то всегда какая то грустная и кажется словно постарела она за эту весну еще сильнее кстати никогда не спрашивал сколько ей лет а женщина она добрая а алиса вот не в первый раз подворовывает у нее а уговоры перестать как будто и не слышит интересно а с какого это момента я об алисе так забочусь и почему почему я родилась не мальчиком не плачь алиса ну пожалуйста мой дед говорит что плачут лишь девчонки ну я же и есть девчонка и от этого беды все ну да вообще какая разница девчонка то или нет ну мама говорит что девочкам надо играть с куклами с другими девочками носить розовенькое а папа говорит что хотел сына и они с мамой ругаются а я виновата это это из-за меня папа ругается а мама грустная а тебе нравится розовенькое нет и с девчонками я не хочу дружить и в куклы играть мне с тобой и с Сережей интересней они там весь день в песочнице играют в семью а я не хочу в семью я хочу лазить в подполк гоняться за собаками и танкистов играть вот алиса мой дед всегда говорил что надо быть честной я и говорю правду самую что ни на есть правдивую ну так и скажи своему папе что для нас с Серегой ты никакая не девчонка а самый настоящий пацан и что бегаешь ты быстрее нас не плачешь и даже можешь есть суп из рыбы эх думаешь он рад будет не знаю но дед говорит что пока ты чистен сам с собой все точно будет хорошо ах ах Антон спасибо ты настоящий друг и мне не важно девочка ты или мальчик нам же вместе весело мы как четыре танкиста но нас же трое и собаку мы тогда не поймали ну и что значит нас три танкиста пока что без собаки а четвертого мы еще найдем хи 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 товарищ командир ваша верная танкистка Алиса Ломова готова и мой ма мор мор моралистный дух теперь в норме не моралистный а моральный ага так точно о привет Антоха привет Алиса Серега что делаете да помогали моей маме вот расставлять товары как раз только закончили Алиса ты же ничего не стащила на этот раз нет конечно за кого ты меня принимаешь у своих друзей я никогда ничего брать не буду я благородный вор вор должен сидеть в тюрьме на нарах ой да ну вас не хочу есть сплошной гороховый суп кстати о тюрьмах мы вчера нового милиционера встретили так что теперь порядок в городе будет кому блюсти да я и так знаю от папы видела его уже кстати меня эта новая учительница вчера так взвесила она мне примерно час читала лекцию а потом как давай расспрашивать про весь класс про нас про город в общем она тут походу надолго и хочет знать всякое ну оно и понятно я бы на ее месте тоже расспросил местных про обычаи и про людей вокруг городок маленький ей наверняка хочется наладить отношения со всеми логично ну почему я потому что много выступаешь и рот открываешь в те моменты когда следовало бы молчать как там в рекламе говорят иногда лучше жевать чем говорить эх такой ты зануда бываешь антон ну а кто за тобой приглядывать будет дурында ты без меня таких дел натворишь потом перед твоим отцом не отмоемся от позора это точно спасибо защитник кстати я сейчас вам такое расскажу вчера вечером у меня была ужасно странная встреча после того как ты от меня домой пошел да я встретил незнакомую девушку вечером на детской площадке она качалась на качелях и я уверен что я ее никогда не видел и она была какая-то неадекватная незнакомая девушка а как она выглядит белое платье бледная кожа сандалии длинные белые волосы и голубые глаза вот ты опять описываешь девушку с вашего туалетного календаря ледяные Блин, угомонитесь, это была моложе, и платье другое. Да ну вас, не хотите слушать, не буду рассказывать. Ладно, ладно, все, я спокоен. Туалетная фея к Антону пришла. И почему я с вами дружу, напомните? Ну все, ну все, все, я успокоилась. Я тоже? Больше не смеемся. В общем, она сказала, что всех знает, назвала нас троих и Дашу по именам, сказала, что уже полгода учится в школе, но ее якобы все забыли. Врет и не краснеет. Ну и что, ты ее проверил? В смысле проверил? Ну, спросил наши фамилии, что мы делали на прошлой неделе, всякое такое. Нет, я что-то растерялся, слушая ее небылицы, и потому даже имени ее не спросил. Я думаю, это какой-то розыгрыш. Ну или может быть она дочь, или младшая сестра Татьяна Михайловна. Ну, приехала вместе с ней, и вот так пытается вписаться в наш класс. Какой-то дурацкий план, если честно. Чтобы ее как поехавшую восприняли? Мне тоже показалось, что она немного не в своем уме. Хотя трудно было понять, врет она или нет. А ты узнал, где она живет? Жила, говорит, в той девятиэтажке недостроенной. Вернее, в уже достроенной, а на днях проснулась на стройке. Какое-то совсем беспросветное вранье. Ах, стройки этой конца не видно. Подожди, вчера же там была перерезана цепь. Быть может, это как-то связано с ее историей? Хм. Знаю! Нам срочно нужно слазить на ту стройку. Вряд ли мой батя нашел подходящую цепь и запер ворота. Мы сможем пролезть туда. Насколько я помню, мы перелазили этот забор по дереву еще лет пять назад. Но там и правда лишь скучные бетонные коробки. Ребят, вы уверены, что это хорошая идея? Да! Должны же мы проверить эту историю. Ну, если Антон, конечно, не выдумал свою незнакомку. А как, кстати, ее зовут? Я не спросил. Значит, будет проходить у нас под кодовым названием «Туалетная фея» ТФ. Ладно, эта шутка уже затянулась. А вообще, удивительно, что этот старый заброс вдруг стал таким популярным. Пошли уже! Не терпится посмотреть, что там. Так, милицейской машины не видно, а ворота даже вроде как приоткрыты. Нам просто нереально везет. Почему ворота открыты? Почему отец не заперых хоть как-нибудь? Ну, лом железный за ручку засунул бы. Что-то мне все это не нравится, ребят. Мы точно хотим туда лезть. Да, хотим. Чего опять испугался? Вы уже лазили кучу раз на эту стройку. Ну, да, конечно. Но у меня что-то не по себе. Обстоятельства какие-то странные. Ну, вы болтайте, а я пойду осмотрюсь. Алиса, стой! Вот несносная девчонка, уже ускакала. Серега, пойдем. А то если с ней там что-то случится, ее отец мне уши оторвет. Нет, пожалуй, я тут на стрёме постою. Идите без меня. Ну и что ты разнылся, Серега? Опять со своими ерундовыми страхами. Очевидно же, что это обычная пустая стройка. И ничего там опасного нет. Ладно, я знаю, как тебя заставить пойти со мной. Слушай, Серега, тебе что, слабо, что ли? Чего ты такой трусишка? Пошли давай, вон даже Алиса нас обогнала. Слабо? Это мне-то? Не. Конечно нет. Ну все, вперед, нечего тут мяться. Хорошо. Идем. Ну и ничего тут особенного и нету. Скучная пустая стройка. А ты что думала, найдешь нормальную квартиру, в которой эта незнакомка жила? Я вообще в эту твою незнакомку не верю. Ты же ее специально выдумал. Чтобы я... Чтобы что? Не выдумывал я ничего. Темно тут, блин. Не по себе мне. Ай. Споткнулся обо что-то. Подожди. А вот это интересно. Картон постелен так, словно тут кто-то ночевал. Смотри, еще какие-то пожелтевшие газеты. И правда. А еще смотри, два бычка. А это что тут у нас? Три банки из-под тушенки и пустая бутылка из-под воды. Тут и вправду кто-то жил. Не зря же цепь перерезали. Итак, тут действительно кто-то был. Неужели та девушка? Хотя не могу представить ее смолящую папиросу и жрущую тушенку из банки. Или все ее поведение на площадке всего лишь маска? Актерская игра? Но тогда как местный мусор связан с ней? И с тем, что она сказала? Что, мол, дом достроен, и она уже тут давно живет? Бред какой-то. Но тут кто-то точно живет. И судя по папиросам, это скорее мужчина, нежели женщина. Я бы не смог тут ночевать, точно. Вот представь, спишь ты тут на картоне ночью, а вон тот лестничный проем, например, я даже сейчас не вижу. Ночью так оттуда вообще может что угодно появиться, а ты не поймешь. Конечно. Вот прямо сейчас оттуда выйдет зомби, как в том фильме. Алиса, тихо. Я что-то слышал. А? А? Тихо. Шаги. Вы их тоже слышите? Зомби? Прячемся за бочки. Быть может, это вернулся тот, кто тут живет. А от кого мы вообще прячемся? Максимум это может быть отец Алисы или тот новый милиционер. Я слышу его шаги. Он поднимается. Тише. Ты нас выдашь. Нет, только не это. Он идет на второй этап. Что, сглазил нас с Серегой? Вызвал зомби, и он сейчас сожрет наши мозги. Только не это. Только не как восстание. Я не хочу. Заткнись, идиоты. Он нас услышит. Я слышу, как стучит мое сердце и как испуганно дышат мои друзья. Конечно, там простой человек, который заметил, как мы зашли на стройку. Но в таких условиях даже мне начинает передаваться паранойя друзей. Но нет. И ничего нереального не может произойти. Мы же в нашем Кузнецке. Правда? Я больше не могу. Серега, тихо. Только не делай глупость. Он идет к нам. Он явно нас... Тихо, вы идиоты. Он приближается. Я чуть не обделался. Это Дед Паком. Бежим! Кто тут ходит по стройке? Убью! Куда, дебил? Хе-хе. Выбрались. Как же напугал этот старый хрыль. Видимо, его попросили посторожить стройку, пока не починят замок. Как страшно-то было. Пойдемте отсюда скорее, пока он нас не догнал. У него нога хромая, ему еще долго ковылять. Он же солью стрелял. Не дробью. Ни в кого из вас не попал. Не, я вроде цел. Я тоже. Но вот знаете что? Больше я с вами в такие места не полезу. Не хватало еще соли в задницу словить, потом неделю сидеть не сможем. Ишь, щеглы! Сейчас я вам... Он идет! Вадим отсюда, бегом! Да! Бежим! Ха-ха-ха. Да. Ну и приключения. Я надеюсь, он не разглядел наши лица. Я тоже. А то ведь донесет отцу. Ага, проблем не оберешься. Фух. Давно я так не бегал. Хорошо, что это всего лишь Дед Пахон. Ага, старый добрый. Кстати, кто-нибудь знает, где он вообще живет? Не знаю. Я слышал, что он раньше был какой-то важной шишкой на химзаводе. Но после развала СССР его то ли сократили, то ли на пенсию он вышел. Вот и подрабатывает, где попало. Видимо, наняли его сторожить эту стройку. Химзавод же раньше был вообще каким-то правительственным объектом. Не зря до сих пор вход туда только по пропускам, и его солдаты сторожат. Разумеется. На таком важном объекте всякие старпёры вообще не нужны. Интересно, что они там сейчас производят на заводе-то этом? Раньше он дымил, бывало, из любого участка города видно было столб. Но в последнее время что-то всё тихо. Кстати, по идее он же находится как раз с той стороны озера Тьма. Его точно было бы видно отсюда, если бы не деревья. Я, кстати, никогда с этим Пахомом даже не разговаривал. Отец однажды говорил, что для тех, кто работает на химзаводе, и должны были тот высотный дом построить. Интересно, Дед Пахом тоже должен был получить там квартиру? О, Серёг, кстати, ты же знаешь, почему это озеро называется Тьма? Ага. Нет, не знаю. Я даже как-то никогда не задумывался. В общем, мне моя бабуля рассказала, мол, это озеро с давних времён магнит для душ. И душа того, кто умирает рядом с ним, навеки остаётся в пучине озера. Именно поэтому тут рядом когда-то и построили церковь, чтобы души находили покой, направляясь на тот свет. Но с тех пор, как церковь бросили, это озеро опять засасывает всех в себя. Ого, ничего себе, жутенько. Алиса, ну ведь ерунда полная. Ничего не ерунда. Как думаешь, почему тогда мы в нём не купаемся, а ходим на речку? Ну, я слышал, что оно грязное. Там однажды утопили трактор, который вёз бочку мазута. А ещё поговаривают, что туда химзавод свои отходы сливает. Нет, конечно нет. Всё из-за того, что это озеро затягивает в себя души. Помнишь историю Вики Сидорова? Того, который полез в ластах купаться сюда и утонул? Ну да, помню и что. Истории уже десяток лет. Дураком парень был. Дураком вообще без царя в голове. А ты знаешь, что он был первоклассным пловцом? И даже от нашей школы выступал на соревнованиях. Не, этого я не знал. Ну и что, может у него от холода ногу свело? Я согласен с Антоном. Это же просто несчастный случай. Ну конечно. А вы знаете, что если прийти сюда в безлунную ночь, можно услышать всплески, словно кто-то плавает вдоль берега. А ещё на острове можно увидеть вдалеке фигуру, которая держит в руке свои ласты. Алиса, блин, прекрати! Страшно же! Я сюда больше приходить тогда не буду. Чепуха всё это. Небось, младшеклассники опять насмотрелись четверга двенадцатого. Вот и выдумывают всякую ерунду. А ты, Алиса, уши развесила. Вот хочешь верь, хочешь нет. Кстати, моя история вообще не к этому вела. Ну и к чему же? Серёг, тебе же давно нравится Даша? Ну да. Нравится. И что с того? Мне бабушка рассказала об одном гадании. Смотри. Что это? Это славянский приворот. Тебе нужно написать на бумажке имя любимой, бумажку сжечь, потом положить внутрь куклы пепел, листок подорожника и камешек. А после куклу кинуть в озеро. Если она утонет, то твоя любовь сбудется, и всё будет хорошо. Но если всплывёт, то не видать тебе руки любимой никогда. Ерунда какая-то. Почему именно подорожник? Типа, сердежко влюблённое, не болей? Серёга, ты чё, правда в это не веришь? Ну, вообще-то да. Алиса, да давай куклы, я всё сделаю. Антон, нет в тебе ни капли романтики. Пень ты бесчувственный. И вообще, подорожник, это трава из страны мёртвых. Тебе нужно читать меньше жёлтых журналов, Алиса. Никакой страны мёртвых не существует, прекращай уже. Это ты так думаешь? Страна мёртвых ближе, чем тебе кажется. Да-да, прячется у меня в нужнике вместе с пришельцами. С туалетной феей твоей. Вот ты заладила, дурында. Так, у меня всё готово. Ух ты. Ну что, готов кидать её в воду? Тем более, озеро у нас особенное. Если куколка не всплывёт, то все любовные неудачи точно останутся на дне озера. Я, я надеюсь, что она не всплывёт. Ну, если ты засунул в неё достаточно тяжёлый камень. О, озеро тьма, прими сей дар! Ха! Ха-ха-ха, утонула! Ура! Всё получится. Теперь Даша точно твоя! Ладно, чем бы вы не тешились, лишь бы утопиться в этом озере не пытались. Ха-ха! Может, ты тоже хочешь погадать? Нет, конечно, мне такое неинтересно. Да, даже немного жаль. Ну всё, юные маги и ведуны закончили со своей оккультной ерунды. Можем уже вернуться в реальный мир и, например, пойти назад в город. Обедать пора, да и домашку на выходные надо сделать. Чего? А это чё такое? Не знаю, это из церкви, что ли? Пойдём посмотрим. Такое ощущение, что Гул шёл откуда-то из-под земли. Я вот думаю... Что-то мне тут неуютно, может, пойдём в город? Алиса, я знаю, что ты сейчас скажешь. Озеро приняло куклу и ответило нам, ага? Да? Как ты догадался? Я уже привык к твоей бурной фантазии. Я вас умоляю, это подул ветер, создал аэродинамическую трубу, так как проходы-то под землёй узкие. Ну, как нам на физике рассказывали, отсюда и этот гул... Думай, как знаешь, Фома неверующий. Всему можно найти логическое объяснение. Хабет, мне что-то не по себе от ваших разговоров. Пойдём уже отсюда. Ладно, ладно, пойдём. Я уже тоже проголодалась. Да, я тоже пойду домой. Увидимся завтра. Пока. Чао-какао. Так, уже вечер. Ну, с уроками я закончил, благо их было не так много. Что дальше? Может, книжку какую почитать? Что там у меня из нового было? Антон! Это тебя! Возьми трубку! Хорошо, мам! Алло? Алло, Антох? Привет, это я. Чё, Серёг, уже соскучился? Слушай, у меня просьба есть. Ну-ка. В общем, это вот гадание с Алисой, я понимаю, что ты не веришь, но оно помогло мне набраться храбрости. Ого, Ромео! Ну, хоть на что-то эта оккультная фигня способна. И что-то от меня хочешь? В общем, я хочу написать любовное послание с признанием для Даши. Мне всегда казалось, что куда эффективнее говорить такие вещи в лицо. Не, в лицо я как-то не готов. Но вот письменно, да. В общем, можешь сегодня затемно пробраться ко мне в комнату через окно, как обычно, чтобы мамка не спалила. Поможешь мне его составить? То я сам не очень уверен. Ну что же, разве можно отказать другу в таком важном деле? В одиннадцать жди меня. Окно только открой заранее, чтобы я не мёрз под ним. Спасибо, дружище. Выручаешь меня в таком сложном деле. Слушай, на самом деле я буду очень рад за вас с Дашей, если у тебя с ним всё получится. Может, она даже перестанет быть такой засранкой, когда начнёт с тобой встречаться. Я до сих пор не понимаю, почему вы с ней постоянно ссоритесь. Но я уверен, что рано или поздно всё наладится. Да, ладно. До вечера, Серёг, жди. Ещё раз спасибо. Пока. Серёга живёт в одноэтажном маленьком доме, а потому пробраться в его комнату через окно расплюнуть. Я частенько именно так к нему и попадаю. А то его мама, Зинаида Петровна, гостей не жалует, особенно затемно. Ну, кто ж её будет спрашивать? Ладно, у меня есть час на ужин, и надо будет идти. Мам, я через часик пойду, немного прогуляюсь, воздухом подышу. Да, конечно, Антон, свежий воздух пойдёт на пользу перед сном. Хорошо, что моя мама совсем не похожа на Зинаиду Петровну и ни в чём меня не ограничивает. Тут никого. Таинственная незнакомка больше не будет меня ждать? Вчера я её встретил примерно в это же время. И ведь самое удивительное, что это не сон. Она была такой реальной, хоть говорила странные вещи. А теперь я и не уверен, что мы ещё увидимся. А ведь я даже не узнал её имени. Не могла же она мне причудиться, да? Не хотелось бы, чтобы выяснила, что это просто галлюцинация. Тьфу, блин. И вот поди, докажи теперь, что не сбрендил. Вдруг не зря ребята надо мной смеялись. Может, и правда это был сон? Кукушка ещё над ухом разоралась. Надрывается бедная, как только связок хватает. Что там дед мой говорил? Можно спросить кукушку, сколько жить осталось? И вот сколько раз она крикнет после вопроса, столько и проживёшь. Будто я верю в эту чушь. Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне жить осталось? Ой, да ну, серьёзно? Ну и пошла ты. Блин, как-то мне не по себе. Ну не верю же я в это, но дёрнул же чёрт за язык. Кто тут шумит? Антон, ты что тут делаешь так поздно? Татьяна Михайловна, вы меня напугали. Да вот перед сном прогуляться вышел. Скоро обратно пойду. Живу тут рядом. Не ожидал меня встретить, да? Такая вот я, вездесущая учительница. Тоже живу в одной из пятиэтажек. Ну, рад за вас. Кстати, раз уж мы тут встретились, можешь рассказать, что ты знаешь про химзавод? Химзавод? А почему вы спрашиваете? Я слышала, как учителя его обсуждали в учительской. Но когда я спросила, они тут же замолчали, будто и не говорили ни о чём. А раз уж я переехала в Кузнецк и планируя остаться надолго, то хотелось бы знать, что тут вообще происходит. Ну, он тут был построен давно, ещё в советское время, после революции. Говорят, что тут и города то до этого не было. Так, деревенька. А город уже образовался, когда сюда работяг завезли и дома построили. На заводе почти все местные работали, но после развала СССР многих уволили. Химзавод всё ещё является каким-то важным государственным объектом, и кого попало туда не пускают, а территорию сторожат солдаты. Моя мама говорит, что они до сих пор сливают отходы в озеро тьма, которое недалеко от завода. Что ещё рассказать? Не знаю, я на нём не бывал, видел только издалека его. Ну как, по сути, какие-то большие здания и высокий забор с колючкой. И всё? Больше ничего о нём не знаешь? Ты уверен? Про текущие события на нём, там аварии, может быть? Ничего. Вы точно просто из любопытства спрашиваете? Аварии? Какие-то странные вопросы у вас. Не знаешь, значит. О чём она? Что-то как-то мне не нравится её тон. Ой, уже довольно поздно, а завтра мне ещё с утра на пробежку надо. Ладно, не буду тебя больше задерживать. До встречи. До свидания. Какая-то странная встреча. Чего и надо. Вообще, что за идиоты у нас тут на площадке ошиваются вечерами? То это туалетная фея, теперь вот Татьяна Михайловна со странными вопросами. Кукушка ещё это? Всё, пойду я отсюда. Угу. Так, надеюсь, Серёга открыл окно. Странно, что свет у него не горит. Он что, притворяется спящим? Так, а что там в истории было показано? Сохранили. Ага. Так, а что там в истории было показано? Ага. третье сохранение? Или второе? Ладно, давайте третье. Сколько там по времени выходит? И чё? Час? Ну, час это не так уж и много совсем. Ещё нужно, наверное, поиграть. В соседнее окно видно, что Зинаида Петровна всё ещё телевизор смотрит. Значит, не должна меня спалить. Так, сейчас открою окно и залезу. Что? Что происходит? Какой-то мужик. Серёга на полу. Кровь. Она какая-то ненатуральная. Оказалось, она должна быть гуще, краснее. Не знаю, ужик это. Ну, что, муж? Кто здесь? А? Помогите, убивают! Ну, заткнись! Бежать я буду. Он должен бежать, а то он на меня убьет. Беги, Антон, беги! Что происходит? Серёга убил Серёгу, этот мужик. Я убежал, но как же так? Мы же вот гадали у озера, он должен был завтра признаться Даша. Как же так? Серёга же и мухи не обидел за свою жизнь. Простой, хороший парень, никого не трогал, даже не дрался ни с кем. В неприятности влезал только из-за нас с Алисой. Если кого-то и должны были убить, то это меня, но почему Серёга? И кто это был такой? В солдатской форме? Родственниках? Или какой-то неизвестный? Темнота, это не разглядел ничего толком, даже не уверен, видел ли его раньше. Блин. Милиция, точно, я должен срочно бежать в милицию. Может, его удастся поймать по горячим следам и этого подонка подсадят. Уже три часа прошло. Когда милиция приехала, остались только кровавые следы. И сам убийца, и Серёга, тело пропали. Меня допрашивали почти час. Сказали, чтобы я пока сидел тут. Михаил Иванович сейчас рыщет по городу. Мама Серёги в истерике. Антон, ты как? Ты уже 10 минут смотришь в одну точку. Я... не знаю. Я закончил рисовать, взгляни. Похож на твоего военного? А вы неплохо рисуете для милиционера. Спасибо, спасибо. В детстве ходил в художественную школу. Не думал, что навыки оттуда могут пригодиться. Но жизнь загадочная штука. И не говорите. Слушай, не переживай. Мы его точно поймаем. Кем бы он ни был. Ну уж поймайте, потому что... Потому что Серёга не заслуживал смерти. Никто не заслуживает из живых. Да. И что странно, я понятия не имею, кто этот убийца такой и как он сюда попал. Хотя, по идее, должен бы. И за что он убил Серёгу? Целая башня из загадок, я бы сказал. Уже 3 часа ночи, где же Михаил Иванович? Если по горячим следам не удалось ничего найти, то нужно нормальное расследование. А для этого надо бы выспаться хоть немного. Да и тебя мне тут держать всю ночь не хочется. На ловца и зверь бежит. Кажется, это он. Фёдор, на сегодня сворачиваемся. Отбой, всё, дуй домой. Хорошо. А что, Антон? Я хочу с ним поговорить, так что оставь нас. Алиса, ты... Фёдор, я что сказал? Всё, марш! Да, конечно. Он что, опять её избил? Я думал, это в прошлом. За что? Алиса, ты в порядке? Антон, я... И так, молодые люди, какого хрена вы натворили, а? Я знал, что у меня дрянная дочь, но не настолько. Из-за тебя, Алиса, погиб парень. Ты понимаешь, это дура? Ты понимаешь, что его больше нет, что он мёртв? Михаил Иванович, при чём здесь мы? Заткни пасть, пока я тебе лицо не расквасил. Пахом мне рассказал, как вы по стройке лазили. Нашли стоянку этого ублюдка, которого Пахом выслеживал. И что теперь? Этот козёл за вами проследил и убил Сергея. Ну и кто в этом виноват, а? Алиса, ты со своим непослушанием постоянно лезешь во всякие неприятности. Раз за разом выставляешь меня идиотом. Представляешь, каково мне сейчас? У нас в городе мокрухи сроду не было. Всё тихо, спокойно, а теперь убит ребёнок. И всё из-за ваших дебильных шалостей. И хуже всего то, что в этом замешана моя дочь. Папа, прости. Прости меня, пожалуйста. Я не хотела. Я... Серёжа... Не хотела ты? Не хотела? Да ты никогда ничего плохого не хотела. И нет, угораздило же тебе родиться на свет. Я всего-то хотел нормального сына, а ты... просто бестолковая рыжая чучела. Нет, вы... вы не правы. Да, мы правда влезли на стройку, но винить нас в смерти Серёги это полный идиотизм. Если бы вы делали нормально свою работу, такого бы не произошло. И я не понимаю, почему вы продолжаете относиться так к Алисе. Завали хлебальник. У тебя была простая работа. Мы с тобой договорились об этом. И даже такую простую работу ты, щенок, сделать не в состоянии. Обвиняешь меня? О чём вы? Я не понимаю. Я не готов обсуждать это при Алисе. У тебя была простая задача следить за Алисой, не допускать неприятностей. Я даже платил тебе. И что? Какого вша ты не запретил ей лезть на стройку, а ещё и сам полез? Что, моя дочь влияет на тебя сильнее, чем ты на неё? Или ты думал, что я не узнаю? Антон, это правда? Ты брал деньги от него, чтобы следить за мной? Пожалуйста, скажи, что это ложь. Что это не так. Пожалуйста. Прости, Алиса, я... Антон, ты... Я не могу в это поверить. Даже ты меня предал, я... Придурки вы оба. Что одна, что второй. Смерть Сергея на ваших руках. Алиса, прости, пожалуйста. Алиса, я объясню, посмотри на меня. Алиса! Больше Алиса не сказала ни слова, а потом её отец разогнал нас по домам. Она так и не приняла моих извинений, и я даже не знаю, что ударило по ней сильнее. Смерть Серёги или моё... предательство. Я так и не смог рассказать ей, что договаривался с Михаилом, надеясь, что он перестанет бить её за проступки. А полученные деньги, я просто... Я не могу их никуда потратить, они просто пылятся у меня в комоде. Эти мысли ещё долго занимали мою голову, и лишь к шести утра я провалился в беспокойный сон. Глава третья, воскресенье. Воскресенье, утро. Я почти не спал эту ночь, но открывать глаза и вылезать из-под одеяла мне не хочется вовсе не поэтому. Моя жизнь перевернулась с ног на голову всего за один вечер. Мой лучший друг убит неизвестным психопатом. Моя лучшая подруга ненавидит меня. Вчерашний день кажется таким нереальным. Однако, стоит мне открыть глаза, он обрушится на мою голову. Но если я буду просто лежать, кошмар точно не развеется. И самое отвратительное, я не могу ни с кем поговорить об этом. Михаил Иванович строго запретил мне распространять слухи, и об убийстве почти никто не знает. Даже родителям я не могу ничего сказать. Да и не хочу, если честно. Мама расстроится. Сейчас, скорее всего, они ещё спят, время раннее. Быстро перекушу что-нибудь и пойду на улицу. Как же ж так всё? Сейчас бы предаваться обычной меланхолии, думать с ребятами, чем бы себя занять, поскучно видеть листану. Доволен, Антон? Весело теперь? И даже не представляю, куда теперь можно пойти. К дому Алисы? Там её отец. Да и сама она точно не хочет меня видеть. Какой же я дурак. Какой дурак, идиот. Хотел, как лучше, а получилось. Как всегда. Ладно, просто пображу, что ещё остаётся. Спустя час ноги сами занесли меня на рынок. Я ведь сюда часто приходил к Серёге. Мы встречались с ним здесь почти каждое утро. Раньше. Зинаида Петровна, мне очень жаль. Простите, что так получилось. Если бы я пришёл раньше или позвонил в дверь, может, всё стало бы... Антон. Ох, Антон, какое горе. Мой сынок. Мой Серёжа. И такое. Я... Я надеюсь, что его поймают. Этого убийцу. Это не вернёт Серёжу. Ох, если бы только... Вы знаете, я... Я всегда был старшим в компании нашей. Заводилой. А Серёга шёл за мной. Часто я чувствовал себя выше и важнее его, и я всегда воспринимал его как данность. Даже не думал, что он может пропасть. Я знаю, Антон. Я знаю. А ведь Серёжа иногда жаловался мне на тебя, что ты не всегда к нему справедлив. Он к кому не хотел идти в десятый класс. Собирался после учёбы поехать к своему дяде, который военный. Но все плакали. Военный? Но зачем? В военное училище пойти. Храбрости набраться. Сильнее быть. Чтобы на равных с тобой быть, Антон. Я не понимаю. Но если его это так волновало, почему он не поговорил со мной? Хотя, скорее всего, я бы ничего и не понял. И вот, потеряв друга, я осознал его ценность для себя. Так всегда, Антон. Такова жизнь. Ах, Серёжа. Ладно. Я пойду работать. Монотонность отвлекает. Как хотелось бы верить, что Серёга выжил. Что лежит сейчас где-нибудь раненый, и его найдут, и спасут. Эти безжизненные глаза, нож в горле. Он... Он не мог выжить. Мне будет не хватать тебя дома. Прости, что я считаю себя лучше. Милок, что-то на тебе сегодня совсем лица нет. Баба Нюра, здравствуйте. Вчера вся моя жизнь полетела к чертям. Серёжа. А ещё я очень обидел Алису, и не знаю, смогу ли помириться. Я... Я отвратительный друг. Милок, я бабка старая, всякое в жизни повидала. Послушай, что скажу. Коль умер кто-то, не вернуть его уже. Умер он. Там двери закрыты. Но вот с живыми всегда есть второй шанс. Пока жив человек, всегда можно поговорить. Лишь смерть обрывает этот шанс. А смертный, Милок, все так уж повелось. Или, наверное, многих похоронили уже. Да, Милок, многих. Даже город этот уже похоронила в своё время. Но смотри-ка, всё стоит он, кузнецк-то наш. Держится. Хорошие слова, да. Так вот иди, найди Алисоньку, то расскажи ей всё. Цени её дружбу, Милок. Думай о её чувствах. Я понял вас, баба Нюр. Спасибо за совет. Я найду Алису и помирюсь с ней. Я ведь единственный, на кого она может рассчитывать в такой ситуации. Вот это дух молодецкий. Давай, юноша, беги. Исправляю разбитое. Спасибо, я побежал. Дома её не было. Может, она на стройке пытается найти следы убийцы. Она ведь наверняка что-то пытается делать. Нет, тут её нет. Так, куда дальше? Школа сегодня закрыта. Там Алисы не должно быть. Около моего дома её нет. Тут на площадке нет. У дома Серёги, может быть? Ищет улики. Куда она вообще могла подеваться? Может быть, у Даши? Надо ей позвонить из дома, пока я рядом. Алло, Даш, привет. Ну надо же, кто решил мне позвонить. Сам Антон. Что у тебя там? Слушай, прости, пожалуйста, но у меня ситуация серьёзная. Критическая, прямо скажем. Да ну у тебя-то. Критическая. Правда, это касается Алисы. Она не у тебя, ну, в гостях. Эм, нет. По голосу слышу, что ты и вправду обеспокоен. Что-то случилось? Да я... Вчера произошло кое-что страшное, после чего я сильно поругался с Алисой. Очень сильно. И я хочу извиниться, потому что был очень неправ. Ну вот где она? Ладно, поняла. Если ты говоришь мне о таком, то встретимся у школы через 15 минут. Но школа закрыта. У ворот, дуралей. Давай, буду ждать. Пока. Поспешу к школе. Хорошо, что у Даши есть идеи. Так, вот и я. Даша уже около школы. Какое-то у неё лицо недовольное. Я... Я слишком устал для перепалок и споров. Опаздываешь, Антон. Уже на две минуты. Да, да, прости. Давай не будем цапаться хотя бы сегодня. Ситуация серьёзная. Хорошо. Но ты должен рассказать мне, что произошло. Честно. Честно? Ты уверена? Это... Это может быть опасно. Мне не нравится, как всё это звучит. Но ещё больше мне не нравится быть в неведении. Рассказывай давай. Всё. От начала и до конца. Нельзя говорить про смерть Серёги. Скажу, что он травмирован и попал в больницу, например. Но про ссору с Алисой врать не буду. Подытожим. Вы с Сергеем вчера вечером полезли на свалки на башню, и он упал. Поэтому тебе и Алисе её отец устроил взбучку и не забыл упомянуть, что ты за ней следил. Так выходит? Да, ты верно поняла. Я... Отец Алисы раньше избивал её, и я хотел как-то помочь. Поэтому и сказал ему, что буду за ней следить и смотреть, чтобы она не попадала в неприятности. После этого он больше не был к ней настолько жесток, а в серьёзные проблемы мы давно не попадали. Кроме вот вчерашнего случая, я... я правда хотел ей помочь. А деньги? Да блин, не нужны мне его вонючие деньги, я ни рубля не потратил. Так у меня они и лежат. Отдашь их мне? Чего? Зачем? Отдашь их мне. Я куплю Алисе подарок, потом вместе подарим. Понял? Хорошо. Завтра тебе их принесу. То-то же. Так, ладно, мы потеряли уже достаточно времени. Где ты уже посмотрел? На рынке, около дома, у неё дома, в центре города. Тогда я сейчас посмотрю в школе. Алиса точно знает парочку способов пролезть внутрь. Потом схожу к её отцу в участок. Я перед ним никак не провинилась, так что он мне скажет, если её видел. Ты где можешь посмотреть? Давай я поищу её около дома Серёги и ещё около озера. Мы там частенько время проводили. Хорошо. Через час встречаемся снова тут. Вопрос, как ты перелезешь через этот забор? Он довольно высокий. Ну как? Зре я, что ли, гимнастикой занималась 10 лет? Только тебе придётся меня подсадить. И раз! Видал? Форму-то не растеряла? Да уж, впечатляет. Через час снова тут. Конечно, я побежал. Зэн. Так, здесь вообще никого. И тишина. Я бы заглянул внутрь, но окно закрыто. Да и та сцена всё ещё стоит у меня перед глазами. По правде говоря, теперь его комната меня пугает. Кто бы мог подумать, только позавчера мы тут слушали Оксина на его магнитофоне, а теперь... Теперь я эту комнату видеть не могу. Ладно, я теряю время, нужно бежать дальше. Итак, вот я возле озера. Мурашки по коже от этой церкви. Какая-то она жуткая, когда ты один. Как и само озеро это. Хорошо, хоть сейчас не так поздно. Что будет с наступлением темноты? Я никого тут не вижу. Ни Алисы, ни мальчика с ластами. Хотя последний появляется только ночью. Блин, о чём я вообще думаю? Ладно, пора назад. Может, Даша улыбнулась. Ну как, нашёл её? Нет, нигде её нет. Серьезно. Да уж, в школе пусто. Отец её сказал, что она сбежала ещё ночью и дома не ночевала. И где он не знает, и знать не желает. Козёл. Свою дочь и вот так. Ненавижу таких. Что это ты так разозлилась? Разозлилась. Напоминает мне одного милиционера, которого я уже видела. Все они такие подонки. Что это за ненависть к ментам? Может быть, однажды я тебе об этом расскажу. Но не сегодня. Ладно. Предлагаю просто поискать её в городе. Если ты или я её найдём, ведём её к себе домой и звоним по телефону второму. Договорились? Договорились. Вот и славно. Мне нравится, когда ты такой... Пришибленный. Сразу становишься сговорчивым и покладистым. Почти что достойный молодой человек. Иди ты, дура, и без твоих подколок тяжело. Ладно, ладно. Всё будет хорошо, не переживай. Найдём мы твою Алису. Надеюсь. Я побежал дальше. Чао, какао. Угу. Мы искали Алису до вечера, но не нашли даже следа. В конце концов, Даша, устав от беготни по городу, отправилась домой. А я же продолжил блуждание по улочкам в неторопливом темпе. И к вечеру обнаружил себя около церкви, где и присел на траву, смотря на озеро и слушая лягушек. Понимаю, что в этом месте нашёл художник. Закат выглядит живописно. Хотя лягушки и немного сбивают созерцание. Эх, Алиса, где ж ты прячешься? Может, тебя так сильно задела вся эта ситуация? Конечно же, да. Блин, а что я за дурак? Ведь знаю, что нравлюсь ей. Потому-то этот дурацкий секрет так сильно и ударил по ней. Что это? Всплески? Мне это не слышится. Но ещё вроде не поздно, солнце ещё даже не зашло. Да и не может же легенда о чёртовом мальчике-водолазе быть правдой, да? Привидений и мертвецов не существует. Это всё ерунда. Звук идёт откуда-то из-за церкви. Даже лягушки замолкли. Чёрт, 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 как же жутко. Может, Нуева, свалить отсюда поскорее? Ну, если сейчас я свалю, то дальше ещё сильнее буду бояться всякой... Всякой фигни. Это же как с этими тупыми ужастиками. Пока не знаешь, что ждёт в тёмном коридоре, боишься. Но потом, как только бабайка появляется на экране, уже не страшно. Так что соберись, Антон, будь мужиком. Как учил тебя твой дед, и вперёд. Просто посмотри, что за рыба там плещется. Чёрт! Алиса! Алиса, что ты делаешь, Алиса? Что происходит? Антон, что ты тут делаешь? Впрочем, не важно. Алиса, что в мешке и зачем тебе верёвка? Подожди, ты что, топиться надумала? Тебе-то какая разница, кретин? Ты предал меня. Сергей мёртв. Отец меня ненавидит и избивает. Мама! Ей уже просто всё равно. Мне больше нет места на этом свете. А как же Даша? Как всегда. Ты даже не отрицаешь своей вины, а сразу пытаешься перевести тему. Нет, я не это имел в виду. Алиса, подожди, позволь мне объясниться. Я всего лишь хотел как лучше. Я хотел защитить тебя от твоего отца. Ложь! Ложь! Нет, это правда. Отец сказал мне, что он заплатил тебе 200 тысяч. Или что? Ты скажешь, что не принял от него деньги? Да, да, я их принял, но... Вот! Ты признаёшь это, предатель! Гнилой и мерзкий Ким, который думает только о себе! Тебе плевать на других. Ты просто нас использовал. И меня, и Сергея. Я думала, что мы друзья. Я думала, что мы всегда будем вместе. Втроём. И что наша дружба настоящая. И я уверена, что и Сергей так думал. Алиса, ты не права. Вы мои настоящие друзья. И ты, и Серёга. Ложь! Но... Ты лжёшь, Антон! Ты всегда в первую очередь думаешь о себе. И Серёга смотрит тебе в рот, что тебе очень нравится. А потому ты легко им манипулируешь. Ты знал все его болевые точки. Ты всегда брал его на слабу и заставлял делать то, что он не хотел. А он, бедняга, старался. Хотел заслужить твоё признание. Упрашивал маму покупать ему вещи, которыми он мог бы перед тобой похвастаться. Заслужил эту чёртову музыку, которая ему даже не нравится. Всё! Всё, чтобы заслужить твоё внимание. А я... Какой же я дурой была. Ты перегибаешь палку, Алиса. Не смей так говорить о нашей дружбе. Ты расстроена и зла. Именно поэтому сейчас ты пытаешься очернить всё то хорошее, что между нами было. А ничего хорошего между нами и не было. Мы с Серёгой просто были дурачками, плясавшими под твою дудку. Заткнись! Злишься? Это хорошо. Значит, будешь... Что? Нет, Алиса, стой! Чао-какао, предатель. Желаю тебе остаться одному навсегда. Алиса, нет! Она правда прыгнула. Я должен её спасти. Думай, дурак, как? Мешок с камнями наверняка тяжёлый. Я не смогу его вытащить. А развязывать узел нет времени. Дедушкин нож! Точно. Я смогу перерезать им верёвку. Лодка недалеко, значит, глубина будет примерно метр три. Нырять! Но у края я мешкаю. Почему-то именно сегодня озеро кажется очень зловещим. Такое ощущение, будто кто-то или что-то следит за мной из глубины озера. Меня охватил страх. Страх перед этим озером. Не просто так же его назвали тьма. Так, соберись. Твоя лучшая подруга тонет. А ты трусишь, как Серёга. Шаг. Второй. Что там в глубине? Я понимаю, что теряю драгоценные секунды, но всё никак не могу решиться. Ещё шаг. Вот я уже у воды. Ну же, Антон, ныряй! Я ныряю. Под водой неуютное ощущение усиливает. Кто-то следит за мной. Не хочет, чтобы я спас Алису, чтобы выплыл сам. Чёрт, и почему именно сейчас я трушу? Никогда ж не боялся. Прочь все мысли. Грибу в полную силу. Вон, я вижу её в глубине. Начинает задыхаться. Плыви, Антон, плыви. Быстрее, а времени нет. Нож. Нож. Лишь бы не обронить. Верёвка. Я должен обрезать её. Скорей, скорей. Да, она поддаётся. Нож. Нож выскальзывает из рук. Но верёвка перевесана, чёрт с ним. Нужно вытащить Алису наверх. Ага. Я хватаю её за волосы, как нас учили на ОБЖ. Рвусь наверх. Лёгкие горят, сконцентрируйся, парень. Ты должен спасти её. Гриби, гриби. Чёрт, она тяжелее, чем я думал. Задыхаюсь. Гриби, Антон, гриби. Гриби, Антон, гриби. Гриби. Алиса, какая ж ты дура. Серьёзно, копиться? Ещё в этом чёртовом озере. Я подумала, что оно заберёт мою душу. Я больше не буду страдать. Никогда больше так не делай, прошу тебя. После смерти Серёги у меня никого не осталось. Не говори ерунды. Родители. Наш класс. Чёрт. Это не то же самое. Вы мои самые близкие друзья и... Ты права, я иногда использовал вас. Я виноват в этом, правда. Но я не делал это со зла. Я просто думал о вас, как о своих... Не знаю, о младшем брате и сестре. Я всегда старался заботиться о вас, насколько мог. Мне горько. Знаешь, зачем я пошёл вчера ночью к Серёге? Нет, не знаю. Я хотел помочь ему написать любовное послание к Даше. Хоть мы с ней всегда на ножах. Но, чёрт возьми, я был готов на это ради него. Я действительно хотел ему помочь с этим письмом. Это правда? Да, правда. И я ни рубля не потратил из денег, что дал твой отец. Они лежат у меня в комоде. Это какие-то грязные деньги, неприятные. Да, я договорился с твоим отцом, но я надеялся, что это поможет тебе. Что он перестанет тебя бить. Прости, что я не сказал тебе сразу, что скрывал это. Это правда? Клянёшься? Клянусь. Чем? Своим пирочайным ножом, например. Что сломаешь его, если всё это окажется неправдой. Да, конечно. Но... Но? Я перерезал им верёвку, и... Он утонул. Что? Утонул? Да, да, но может оно и к лучшему. Было бы куда страшнее потерять тебя, чем мой нож. Я... Антон, прости меня, Антон. Какая я дура! Ну, Алис, всё уже хорошо. Мы живы, и это главное. Мы просидели у озера в обнимку ещё час, в молчании, до тех пор, пока совсем не стемнело и не стало холодно. И мне показалось, что мои чувства к Алисе не совсем и дружеские. Я не хотел потерять и её, как Серёгу. По-моему, я хочу быть с ней всегда. Но признаться в этом будет непросто. Пойдём уже, Антон. Холодает. Да и завтра в школу. Наверное, там уже всем расскажут про смерть Серёжи. Даша помогала тебя искать. Я ей сказал, что Серёга в больнице. Да, понимаю. Отец нам настрого запретил говорить про его... смерть. Хотя удивительно, что ты его послушал. Не переживай. Я поговорю с Дашей, чтобы она не сердилась. Спасибо. Хорошо, пойдём. А то ты уже дрожишь. Ещё бы. После такого купания. Знаешь, там в воде мне показалось, что что-то зовёт меня снизу. Что-то большое. Огромное. Заканчивала бы ты со своей оккультной ерундой. Да. Наверное, мне просто почудилось. Да. Идём уже. Это озеро действует на нервы всё сильнее. Почти пришли. Минут пять осталось. Подожди. Там кто-то есть. Кто? Прячемся за будку. Значит, ты тоже не понимаешь, что происходит. Твоя история странная, но... С этим городом вообще происходит что-то непонятное. У меня нет вообще никакого объяснения происходящему. А? Что такое? Не шуми, нас услышат. Смотри. Это они. Это та незнакомка, о которой я рассказывал. А мужчина-убийца Серёги. Ладно, иди за мной. Я тебе кое-что объясню. Если сможете, то, конечно, пойду. В конце концов, про меня никто и не вспомнит. Я понимаю, что выгляжу подозрительно. Но я не причиню тебе бреда. Чёртов двуличный лжец! Молчи, Антон! Мы и так без сил. Я с ног валюсь. Да и ты не в лучшей форме. Давай просто дослушай, и мы пойдём. Ну уж, если ты служишь нашим голосом разума, то не возьмусь спорить. Не всегда же мне быть оторвой. Да и я устала. Этой девушке, вероятно, угрожает опасность. Но с другой стороны, она права. Мы даже не знаем её. Стоит ли рисковать жизнью ради незнакомки? Идёмте. Я с вами. Признаю, зря не верила тебе. Двое неизвестных шарятся у нас по городу. Один из них убил Сергея. Я расскажу отцу и Фёдору. Пусть ищут их дальше. Наверняка этот военный прячется уже не на стройке, а где-то ещё. Выглядит он серьёзно. Не хотелось бы с ним драться. Он с нами обоими легко справится, зараза. Надеюсь, он не соврал той девушке и не будет убивать и её. Ладно, идём домой. А то я простыну такими темпами. Я проводил Алису до дома и без приключений вернулся к себе, рухнув в постель после горячего душа. Родителям я сказал, что упал в озеро, решив не рассказывать никому о попытке самоубийства Алисы. Наконец-то я смог заснуть как бревно. Сказалась невероятная усталость, накатившая на меня после всех этих происшествий. Глава четвёртая. Ну, неплохо, в принципе, уже. Хоть я и спал, как убитый, будильник, как всегда, вгрызся в моё сознание, вырывая из забытья в страшную реальность. Хорошо, хоть обошлось без кошмаров, а то и кровавой бани в комнате Серёги. Наверное, я слишком устал вчера, чтобы мой мозг показывал мне какие-либо картинки. Но я уверен, что кошмары ещё придут. Сегодня понедельник, и, чёрт возьми, нужно идти в школу. Надеюсь, Алиса в порядке после вчерашнего и не будет больше делать глупости. Так, захватить деньги Даши, чтобы уже покончить с этой историей прослежку, чтобы больше никаких недопониманий между мной и Алисой. Странно, что Алисы не видно. Все остальные, кроме, очевидно, Серёги в классе. О, вон и наша бурятская принцесса. Идёт прямо ко мне. Привет, Антон. Ага. Вот, держи обещанное. В конверте деньги и тамагочи. О, ничего себе какой послушный. И ничего не забыл? Хм, я прям удивлена. Да, да, всё тебе принёс, лишь бы отстала. А то ведь не отликнешь, как банный лист. Ой, какой же ты всё-таки кретина, Антон. Даже не можешь принять от девушки комплимент, лишь бы плюнуть ядом. А, так это был комплимент? Само собой. Ну, видимо, бурятский, раз я не понял. Я вообще-то только наполовину бурятка. Да разница, половина, четверть. Ты Алису не видела? Я ей звонила сегодня с утра, она дома. Слегка приболела. И ей мама разрешила сегодня не ходить в школу. Приболела? Да. Сказала, вы с ней вчера купались в озере под вечер. Ну, можно и так сказать, наверное. Романтика у вас, Голубков, началась, да? Что? Какая ещё романтика? Не-не-нет, там было всё совсем не так. Да будь ты уже мужиком! Начни с ней встречаться! А то Алиса, бедная, не первый год по тебе сохнет. Спасибо, но и без твоих советов разберусь. Вот все-все парни такие долдоны. Лишь бы вокруг да около ходить. Ладно, в любом случае, если Алиса получила хоть немного положительных эмоций, и я за неё рада. Дети, все по местам, начинаем урок. Сейчас будет объявление про Серёгу. Но что-то Татьяна Михайловна слишком бодрая для таких вестей. Так, кого у нас сегодня нет? Мама Алиса звонила, сказала, что та приболела. А где Сергей Толмачёв? В смысле? Она что, не знает, что он умер? Ей не сказали, что за игру Михаил Иванович ведёт? Я тут. Простите за опоздание. Что за чертовщина? Что происходит? Серёга? Я... Но как? Почему? Я видел его смерть собственными глазами. Я уверен в этом. Та сцена надолго в моей голове. Это точно был не сон, не кошмар. Потом все эти допросы. Милиция, неизвестный убийца. Его и Алиса видела. Серёжа, проходи и займи своё место. И в следующий раз не опаздывай. Хорошо. А это точно Серёга? Нет. Может быть, я схожу с ума? Какое ещё логическое объяснение может быть? Или... Может быть, это как в могильнике домашних животных? Там тела мёртвых питомцев закапывали на древнем кладбище индейцев, и они оживали. Что если убийца выкинул тело Серёги в озеро? А что оно глубокое, от города недалеко, поглощает души, если верить легендам. И оно вернуло Серёгу к жизни. Ещё и тот дурацкий ритуал с куколкой. Ой, Антон, хватит вдумывать. Ты же вообще никогда не верил в эту оккультную ерунду. Ещё четыре урока прошли словно в тумане. Я практически не отрывал взгляд ухты на Серёги. Ну, или того, что притворялось им. На переменах я сбегал из класса быстрее, чем Серёга успевал подойти ко мне. Урок закончился, а я всё ещё в ступоре. Мне страшно. И ведь он же сейчас подойдёт ко мне, да? Очень надеюсь, что нет. Так, соберись, Антон. Соберись, тряпка. Просто встань и выйди из класса. Не стой столбом. Я слышу своё тяжёлое дыхание. И я слышу шаги. Он идёт ко мне. Привет, Антох! Что с тобой? На тебе лица нет. Что случилось? Нет, я так не могу. Нужно бежать. Ну, я и перетрусил. Давно так не бегал. А? Что? Кто? Он гонится за мной? А, Даша, это ты. Чуть инфарк не хватил. Фух! Ничего себе-то припустил. Как дурбанный гепард. Будь я в худшей форме, фиг бы догнала. Хорошо, что это ты. Так. Что с Серёгой? Давай, рассказывай, что произошло. Почему ты побледнел и сбежал от него? Это явно как-то связано с твоим рассказом о том, что он попал в больницу. Ты правда хочешь знать, что произошло, Даша? Ты меня немного пугаешь, Антон. Но да, я хочу знать. Хочет она знать. Это ящик Пандоры. Откроешь, дороги назад не будет. Для меня вот её уже нет. Ну, да, я решила. Открывай свой ящик. Со мной всякое происходило в родном городе. Уж думаю, переживу. Ну смотри. Я видел, как Серёгу убили. Я видел, как острый нож вошёл в его горло. Как он умирал, заливая кровью пол своей комнаты. После такого не живут. Подожди. А кто тогда, по-твоему, пришёл сегодня в школу? Я не знаю. Я даже не уверен, человек ли это. Если это шутка, то она не смешная, Антон. Не смешная, да. Да, хотел бы, чтобы это была просто шутка. Даша, я бы смеялся над ней, как ненормальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Решили вот развести Дашу, мол, Серёга умер. Очень смешно. А теперь скажи-ка мне, как тебе подача этой божественной шутки? Побег в панике из класса восхитительно, да? Да, не похоже на тебя, но всё же... Позвони Алисе. Расспроси о позавчерашнем вечере. Её отец при ней организовывал поиски убийцы. А, и, кстати, его так и не нашли. Но мы его вчера видели. Я не знаю даже, что и думать. Если честно, я тоже. И мне сейчас очень страшно. Ладно, давай так. Мы с тобой вместе поговорим с Сергеем. Не думаю, что он уже ушёл из школы. И расспросим, что он про это всё знает. Хорошо. Жаль, Алисы сегодня не было. Её храбрость была нужна, как никогда. А я что, по-твоему, хуже? Нет. Спасибо тебе за помощь. Не ожидал. Пожалуйста. Всё-таки я могу понять серьёзность ситуации. Сейчас тебе нужна поддержка друга. А теперь не дрейфь и вперёд. Я не знаю, зачем я согласился на этот разговор. Наверное, поддержка Даши придала мне уверенности. Впрочем, желание сбежать из школы было сильное. Но я знал, что если я не встречусь со своим страхом лицом к лицу, то буду бояться до конца времени. Неизвестность страшнее любых пришельцев или с кем мне предстоит говорить с минуты на минуту. Антон, я привела Сергея. Давай поговорим. Антох, что за дела? Почему ты стал меня избегать? Я что-то не то сказал? Нет, Серёга, ты ничего не говорил. Тогда почему? Что случилось? И что? Что я должен ему сказать? Что я видел его смерть? Молчание затянулось. Но и у нас к тебе вопрос, Сергей. Где ты был позавчера вечером и вчера? А, странный, конечно, вопрос, но да ладно. Вчера я утром помогал матери на рынке, потом весь день сидел дома. Позавчера мы втроём, я, Алиса и Антон почти весь день провели в центре. Да, Антон сам должен всё это помнить. Кстати, я так и не понял, что за новая учительница и почему её все знают? Это правда, Антон? Да хватит молчать-то! Это же прошлые выходные. А эти? Ты не помнишь? Что? В смысле? Что я должен помнить? Как мы ходили на озеро, как ты сделал и утопил куклу, как ты хотел, чтобы я помог тебе написать признание Даши? Что? Что ты мелешь? Ой, признание в любви? Мне? Серёга, это какой-то бред. Да нифига ты не Серёга, кто ты такой? Кто ты на самом деле? Кто? Я... 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 Я Сергей Толмачёв! Паника опять унесла меня из школы. Я даже портфель не взял. Очнулся на детской площадке возле дома и всё ещё не понял, что происходит. И Серёга с ножом в горле всё ещё как наяву. Наверное, если бы я не видел его тело, то подумал бы, что тут как с той незнакомкой. Перемещение во времени или типа того. Забавно, кстати, я встретил её именно на этих качелях. У неё тоже там какое-то чужое время. И сначала она, теперь вот Серёга из прошлого. Нет, как так вообще? Парадокс. Ничего не сходится. Надо с кем-то поговорить. Алиса? Пойду встречусь с Алисой. Она должна мне помочь понять, что происходит. Прости, что я вот так без приглашения. Как себя чувствуешь? Я в порядке, спасибо. Нервы не к чёрту были после вчерашнего. Но вроде отоспалась и стало получше. А я с плохими новостями. Что случилось? Даже не знаю, как тебе сказать. В общем, Серёга вернулся. Что? Что значит вернулся? Он же умер. Это у меня такой же вопрос. Я не понимаю. Подожди. Давай спросим моего отца. Он должен что-то знать. Сейчас минуту, я его позову. Не хотел с ним лишний раз разговаривать. Но выхода нет. Ну, что? Ты знаешь, что Толмачёв вернулся? Да, звонила его мать сегодня. Сказала, что утром обнаружил его дома. Что он в порядке? Жив и здоров? А где он был? Куда пропадал? Ну, это интересный вопрос. Я бы, конечно, вас двоих обвинил в его укрывании, но увидел ваше состояние. Это всё ещё не объясняет кровь в его комнате. Так или иначе, сейчас я просто рад, что Сергей жив. И что мать его наконец-то отстанет от меня. Ничего не понимаю. Думается мне, он нас всех так разыграл. Налил свиной крови в комнате, попросил какого-то мужика разыграть маленький спектакль для тебя, Антон. А ты купился. Всё было достаточно реалистично. А того солдата мы вчера вечером в центре видели. Вот! Я же говорила! Фёдору не удалось его поймать. Слишком уж нерасторопный салага. Ну ладно, детишки, пойду я. Мне ещё работать. Его объяснение звучит логично. Что Серёга нас всех разыгрывает? А зачем тогда он нас с Дашей стал обманывать, что ничего не помнит, и думает, что сегодня прошлый понедельник? Он так сказал? Да. Как-то выбивается из логики. Но, с другой стороны, его труп видел только ты. Может быть, ты всё же был под впечатлением? Так, 107. Так, значит, я сошёл с ума? Нет, Алиса, я видел то, что видел. Ты мне не доверяешь? Так. Постой, слушай. После вчерашнего, ты единственный человек, которому я доверяю. И если ты говоришь, что видел его труп, значит, я тебе верю. Я боюсь, что мне эта сцена будет сниться в кошмарах теперь. И с самим Серёгой я бы не хотел лишний раз видеться. Нет. Так не пойдёшь. Что? Убегать от проблемы не стоит. Нам нужна... Куча оружия? Дурак. Информация. Нужно понять, откуда взялся этот самозванец. Понять, что происходит. Как? Ничего в голову не приходит. Сразу видно, ты сегодня не в себе, Антон. Ладно. Мой план такой. Поговорим с мамой Серёги. И попробуем понаблюдать за ним издалека. Завтра ещё я поговорю с ним в школе. Сделаю вид, что ничего не происходит. Посмотрим, что смогу выяснить. Он сегодня спрашивал, не обиделся ли я на что-то. Я так поняла, что ты не хочешь сейчас с ним общаться. Совсем нет. На меня нагадывает паника. Хорошо, ты обиделся на него. За то, что тот забыл об обещании. Я ему так и скажу. В каком обещании? Ой, да какая разница. Это просто повод с ним не разговаривать. Придумай сам что угодно. Раз он не помнит два дня, за эти два дня он мог тебе пообещать что угодно. Это звучит как женский приём. Обидеться на то, чего никогда не было. Именно. Пользуйся, пока я подсказываю. Что ж, ладно. А теперь идём. Мама Сергея должна быть на рынке. Ей скоро закрывать ларёк. Там мы с ней и поговорим. Да, идём. Вот мы и на месте. Как-то очень не видно. Словно Серёга где-то рядом наблюдает за нами. Ты не видишь его? Кого? Серёгу? Нет, кажется, его тут нет. Мамка его вон одна собирает в коробке. Доброго дня, Зинаида Петровна. Привет, Алиса. Привет, Антон. Вы пришли. А Серёжа не с вами? С ним всё хорошо? Конечно. Он в школе. Остался после уроков... дежурить. А вы сегодня прямо сияете. Конечно. Серёжа домой вернулся. Кошмар, слава богу, закончился. Не зря молилась. Я даже ругать его не стала. Так рада, что он в порядке. Представляете? Он даже нам не рассказал, куда сбегал. Хотя мы вроде как лучшие друзья. То есть, вы не знаете, что произошло? Как он вернулся? Ох, ребятки, ночевала я в его комнате. Скучала очень, не проснулась средь ночи, а он лежит, спит в своей кровати. Я даже не заметила, как он пришёл. Вроде и забиралась на ночь. Но такого страха уж натерпелась, такого горя, что... Ох, слава богу, закончился ужас этот. А вы не знаете, почему он решил нас всех разыграть? Да, думаю, специально решил меня насолить. Потому что барахло очередное покупать отказалось. Правда, никогда бы не подумала, что он способен на такой злой розыгрыш. А если бы меня инфаркт хватил, не переживайте, я ещё поговорю с ним об этом. Но уж подуспокоиться сперва надо. А как вы думаете, почему он говорит, что ничего не помнит с прошлого понедельника? Может, что-то скрывает? Не знаю, Алиса, не знаю. Но особо-то я его и не расспрашивала. Я даже в школу его пускать не хотела. Так сам настоял, что нельзя прогуливать. Такой молодец. Спасибо за рассказ, Зинаида Петровна. До свидания. Пойдём, Антон. Ладно, то что мы узнали? Ничего нового. Никто не верит, что он умирал. Все думают, что это какой-то розыгрыш. Мне кажется странным его появление. Дом заперт, но ночью он оказывается в своей кровати. И даже мать его не проснулась, хотя в той же комнате спала. Конечно. Воспоминания убитой горем женщины могли спутаться. Она могла так устать, что и танк бы не разбудил. Да и в своём горе забыть запереть одну из дверей вполне реалистично. Всему можно найти логическое объяснение, да? Ты сам так всегда говорил. Говорил. Что-то моя логика дала сбору. Хорошо, какие у тебя ещё идеи? Подождать до завтра? Плохой из тебя детектив, Алист. В смысле? Тогда что ты предлагаешь? Как что? У нас есть целых два неизвестных чужака. И мы их точно видели вчера на площадке. Будем их выслеживать. Либо тот военный, либо незнакомка. Кто-то должен что-то знать про всё это. Они явно как-то замешаны. Вот. Теперь ты похож на того Антона, которого я знаю. Кажется, начал успокаиваться. Это какая-то большая тайна. И до тех пор, пока мы её не раскроем, мне будет страшно. Терпеть не могу бояться. Нам никакие тайны не страшны. Ещё бы. Вперёд на площадку. Я там дважды встречал эту девушку. Значит, и в третий раз должны повезти. Ну и что? Долго мы ещё будем ждать? Мне уже час как надоело. Может, стоит походить по городу, поискать её? Должна же она где-то жить, в конце концов. Да, Лиса. Вот поэтому мы тебя на рыбалку никогда и не звали. Не умеешь ты сидеть на попе ровно. Всё бы тебе куда-то нестись. Мой дядя тоже самое говорил, когда мы с ним и Дашей на охоту ходили позапрошлой зимой. Рисковый человек, дядя твой. Я бы тебе ружьё в руки не дал, знаешь ли. Что? Боишься, что я тебе задницу прострелю? С тебя останется. А мне потом стоять на уроках. Вот такое ты иногда бревно бесчувственное. За это вы с Серёгой меня и любите. Давай не будем о Серёге, а? А то мурашки по коже. Да. Забавно, как скука притупляет чувство страха, да? Мы просидели тут какие-то пару часов, и вот уже шутим, как ни в чём не бывало. Тихо! Вон она! Ну что, детектив? Какой план? Стоим, наблюдаем. Может быть, появится. Слушай, нет, я уже не могу больше тут ждать. Вперёд! Алиса, стой! Твою неугомонная задница. Эй, ты! Безыменная незнакомка! Ну-ка, стой тут! Привет, Алиса. Привет, Антон. Я надеюсь, сегодня я не расстрою тебя своими рассказами. Ага! Значит, знаешь моё имя, да? Нам нужно поговорить. Конечно. Я вас слушаю. Алиса, ты сердишься? Ещё как, сердюсь, мисс подозреваемая. Подозреваемая? Как говорил следователь Ланин из улицы разбитых форточек, все вы тут подозреваемые, пока не докажете обратного. Не говорил он такого, не выдумал. Антон, ты мне мешаешь. В общем, ты подозреваемая. Сейчас будешь честно отвечать на наши вопросы. Хорошо. Ого. Ты просто согласилась? Алиса, ты просто невозможная иногда. Алиса, Антон. Так. Имя, возраст и место жительства. Меня зовут Настя Соколова. Мне 17 лет. Живу я... Не знаю, как ответить на вопрос. 17 лет, значит. Старше нас на год, значит. А выглядишь мелко и тощий, словно семиклассница. Что значит, не знаешь, что ответить про место жительства? Хотя нет, знаю. Раньше я жила в девятиэтажном доме. Теперь живу в палатке около старого пожарного пруда. Палатка? Откуда ты взяла палатку? Я случайно наткнулась на три палатки. Хозяев не было, и я осталась там. Алиса, ты что-нибудь слышала про ничейные палатки возле пожарного пруда? Я и про туристов в наших краях тоже в первый раз слышу. Но это сейчас не так важно. А важно вот что. Подозреваемая? Я тут. Рассказывай немедленно, что ты вчера вечером обсуждала здесь вместе с военным. Вчера? Но не сегодня же. И не смей Юлите обманывать нас. А то как врежу. Да. Понятно. Ладно. Антон не даст меня в обиду. Вот глядя на твою невозмутимую рожу, самому хочется тебе прописать. Но бить девчонок позорно. Конечно, это не в поем стиле. Впрочем, мне нечего скрывать. Я все расскажу. Вчера вечером ко мне подошел мужчина. Спросил, кто я такая и как меня зовут. Ну, я и рассказала про свою ситуацию. Он заинтересовался. Назвал меня Внешний Элемент. Внешний Элемент. Интересно, что это значит? Что она приезжая? А он что, знает всех местных? Может, он ехал в город вместе с ней? На автобусе или типа того? Я продолжу? Спасибо. Так вот, этот мужчина сказал, что хочет показать мне какие-то газетные вырезки про этот город. И что они находятся у него в схроне в районе свалки. И позвал меня с собой. Как-то глупо соглашаться идти ночью на свалку с незнакомым мужчиной. Да, но я все равно не знаю, что делать, а так лучше, чем опять одной. Ты что, с ума сошла? Он же убил Сергея! Что? Сергей мертв? Как так? Нет, этого не может быть. Да, он убил нашего друга. Мне очень жаль. Я не знаю, что сказать. Сейчас, секунду. Мне надо прийти в себя. Простите. Ну, хоть что-то смогло пробить брешь в ее невозмутимости. Похоже, она действительно знала Серегу. Ладно. Рассказывать дальше? Конечно. До схрона мы не дошли. Нас увидел какой-то милиционер. Включил мигалки и погнался за военным. Тот бросил меня посреди улицы и сбежал. Милиционер погнался за ним. Ну, а я вернулась к палаткам. Надеялась, что военный придет сегодня сюда, но, видимо, нет. Понятно, мисс подозреваемая. Историю ты складную, конечно, рассказываешь. Ну что, Антон, как ты думаешь? Нам стоит верить этой Насте? Я думаю, стоит. А мне она все еще кажется очень подозрительной. Только не говори, что веришь ей только из-за смазливого личика. Нет, конечно. Подумай сама, что она выиграет враньем. К тому же ее реакция на смерть Сереги... Ладно. Официально лишаю тебя статуса подозреваемые. Радуйся. Ура. Радуюсь. Я, блин, не понимаю, ты издеваешься над нами или тебя в детстве уронили? Что ты имеешь в виду? Не важно. Думаю, друзей у тебя в прошлой школе было не так много. Алиса, ты деревенская грубиянка. Это правда. У меня почти никогда не было друзей. Кроме вас. Ладно. Раз уж заговорили, то давай рассказывай, как мы подружились. И вот всю эту фантастику. Настя рассказала, что переехала сюда с мамой, которую перевели к нам в управу. По программе расселения их семье предоставили квартиру в недавно построенном доме. Городок показался им старомодным, но через пару месяцев они привыкли к такой провинциальной романтике и старались не задавать лишних вопросов. Настя пошла в нашу школу, в выпускной класс, там и познакомилась с нашей компанией. Она рассказала пару случившихся с нами историй, что звучало достаточно правдоподобно. Такое вполне могло бы приключиться, особенно с нами. Забавно, что в ее рассказах Серега уже встречался с Дашей. Ну и что ты думаешь про все это? Звучит относительно правдоподобно. А, то есть тебя уже не смущает то, что она свалилась нам на голову из будущего? Я не знаю, как объяснить воскрешение Сереги, и я не знаю, как объяснить историю Насти. Но я уверен, что при должном старании мы сможем найти ответы на эти вопросы. Мы обязаны, иначе я просто поеду крышей. Слышишь меня? Слышу я тебя, не ори. Найдем мы их. Я даже знаю, где искать. Нет, на свалку мы сейчас не пойдем. Время уже позднее. А вот завтра после школы, да. Как это не пойдем? Нужно найти улики как можно скорее. Дурында, ты в этой темноте не только ничего не найдешь, а еще и ногу сломаешь. Ну блин. К тому же, наверняка, тот солдат ночует у себя в схроне. И я бы не хотел на него наткнуться. Тоже верно. Тогда расходимся по домам? У меня нет дома. Вот я не знаю, жалеть тебя или нет. Алиса, давай проводим Настю до палаток. Посмотрим хоть, что там такое. Вот. Джентльмен в тебе проснулся. Меня-то ни разу до дома не провожал. Ну ты и не живешь в палатке у пруда, где по ночам ходит убийца с ножом. Это верно, конечно. Но все равно. Вы правда меня проводите? Да веди уже, фея. Фея? Не думай об этом. Вперед, идем. Спасибо вам, ребята. Пожарный пруд. Пожарный пруд. Финализация. Было непросто привыкнуть к этому запаху. Нежная ты какая. Принцесса на горошине. Говоришь так, словно сама без проблем в хлеву уснешь. Ты что это? Защищаешь ее? Нет. Хочешь пари? Не хочу я никакого твоего пари. Не буду я тут спать сегодня ночью. Эх, а я хотел лечь с тобой в одну палатку. Но нет, так нет. А что ты со мной в одной палатке? Все, поезд ушел. Ну, Антон. Тут есть еще две свободные палатки. Я на самом деле не хотела бы тут спать. Лягушки орут. Да и в принципе страшно тут как-то. Тебе не страшно, Настя? Можно я буду говорить как есть? Само собой. Мне тут очень страшно. Каждую ночь я подолгу не могу заснуть. Надеюсь, что меня не съедят волки или медведи. Или еще кто похуже. Я уже не думала, что ты вообще способна проявлять эмоции. Ну нет. Теперь ты наконец похожа на обычную перепуганную девушку. А не на невесту агента 008. Простите. Меня все детство учили быть спокойной в любых обстоятельствах на тут. Слушай, Алиса, ну не можем же мы ее тут бросить. И что ты мне предлагаешь? Ну, я мог бы пригласить. Ну, нет-нет-нет-нет, даже не продолжай. Ты что, стул бы рухнул? А что такого-то? Ничего. Нет, к тебе она домой не пойдет. Я ее заберу к себе в гости. Правда? Правда. Как говорит Сан Саныч, во время боя врага держи в поле зрения. Я твой враг? Это просто выражение. Не бери в голову. Спасибо, Алиса. Я в долгу у тебя. А можно будет воспользоваться твоим душем? Не можно, а нужно. А то у тебя в волосах уже мыши гнездо сфили. Ой, правда? Нет-нет, только нет. Шутит она. Успокойся, Настя. Блин, она все слова принимает за чистую монету. Похоже на то. Странная девица. Странная. Я сейчас возьму свои вещи, и можно идти? Хорошо, собирайся, а мы пока осмотрим эти палатки. Так, что тут у нас? Вот этот рюкзак, кажется, принадлежал женщине. Блин, он промок весь. Что тут внутри? Ого, ничего себе. Диктофон кассетный, и в нем кассета. Блин, мало того, что его залило водой, так он еще и раздавлен чем-то. Отстой. А такая вещь хорошая? Да, рюкзак лежит, считай, что в болоте. Настя, ты это видела? Нет, он промок. Это моя вина. Я переложила его из палатки на улицу. Эх, и попадет тебе от владелицы, если она сюда вернется. Ну, а я так понимаю, никто сюда не возвращался? Нет, никто. Так, тут ничего полезного. Блокнот вот сухой. Интересно, какой печать МГУ. Что это значит? Ого. МГУ — это Московский государственный университет. Самый известный вуз страны. И эти из Москвы приехали? Медом, что ли, намазано? Хреном, блин. В общем-то, обычные походные вещи на трех человек. Двое мужчин и женщина. И как ты это понял, гений? Ну, смотри, это и по палаткам внутри понятно. В этой спальник розовый, и подушек больше. Плюс косметичка в рюкзаке. А у мужиков походный минимум. Еда, горелка, посуда и всякое такое. Кто-то этими вещами пользовался. Я. Мне пришлось ими воспользоваться, чтобы выжить. Я нашла консервы, спальники и теплые вещи. Ну, попользовалась и будет. Потом им заплатишь. Но у меня ничего нет. Натурой заплатишь тогда. Натурой? Только не это. Шутит она, расслабься. Придумаем что-нибудь. В каждой шутке есть доля правды. Ты готова там? Да, собралась. Тогда провожу вас. Глава пятая, вторник. Опять вставать. И ведь я сам хотел приключений. Не думал, что они выскочат из кустов и дадут мне под зад. Что ж, по крайней мере, хоть вчера никто не умер и не пытался утопиться. Антон! Собирайся давай, тебе скоро в школу. Ты уже опаздываешь. Да, мам, сейчас переодеваюсь. Что ты там копаешься так долго? Совсем не хочется в школу. Этот чертов новый Серега или кто он там меня очень сильно пугает. Давай, чего ты там застрял? Скоро уже уроки начнутся. Да иду, я иду, мам. Вот тут привязалась. Привет, Антон. Ты уже опаздываешь. И тебе доброе утро. Переночевала у Алиса? Ее отец тебя не выгнал? Нет, все хорошо. Я молчала и кивала головой, а Алиса все уладила. Она, кстати, уже в школе сказала, надо поговорить с Сергеем. Вот неугомонная задница. Ладно, мне нужно в школу. Кстати, у него прикольная отсылка Майки. Ask my name. Типа, скажи мое имя. Это, типа, наверное, отсылка к этому. К Кайзенбергу. Ну, скорее всего. Так, сколько там по времени? Вот, уже час двадцать. Отлично. Можно, в принципе, на этой главе сохраниться. Так. Подожди, а выход это прямо из этого, что ли, из игры? Наверное. Ну, ладно, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели. Это было первое прохождение такой интригующей новеллы. Интересной и прикольной, как 1997. Надеюсь, вам понравилось. Это было мое первое прохождение. Как она все выглядит. Посмотрим, какой концовке мы придем. Вроде как, первый выбор мы сделали. Ну, а всем спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, про колокольчик, про репосты. Советую друзьям. А всем до скорого. Это говорится. Всем хорошего лета. И внимания. И так далее. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok